Да, все очень плохо, но у тебя хотя бы есть видео, то, чего до сих пор никак нет в лог-подкасте, то, главное, боль Славы Апахина. Ну, у вас был шикарный, шикарный лайв-стрим с новогодней. Ой, блин, сколько мы по полдням спорили. Если ты смотришь трансляцию, то ты можешь увидеть сейчас прямо вот в этот момент, что бы было, если бы у тебя не работала вебка сегодня. Так, или не увидишь. Это было бы примерно вот так вот. Но слава богу, слава богу, слава богу. Блин, слушай, совсем другие люди, смотри, какие свежие. Молоденькие, красивые. Да, да, да. Вот, нет, это был на самом деле опыт, который мы до сих пор так и не пришли к единому мнению. Как можно уже заметить, у нас по большому количеству вопросов нет единого мнения. И вот в том числе по поводу стрима мы до сих пор не можем определиться. Мне кажется, что было в целом ок, и нужно было просто поменять, найти другую локацию, где было бы меньше эхо. А слава что-то сказал, что какие-то мы отстойники-позорники. И надо прям сильно много работать над собой, чтобы возвращаться к этой идее. А мне показалось норм, я считаю, что типа там поржали, попозорились, да и что. Смотри, если это прямая трансляция, то было все очень ок, все было очень здорово. И для прямой трансляции не нужно какого-то вот прям вот помещения, звука и все вылизанного. В прямом эфире никогда такого не будет. Но если вы планируете делать что-то вроде Куджи подкаста, то там, конечно, качество вам надо брать. Ну вот да, есть, знаешь, амбиции есть на Куджи, но мы понимаем, что не по продакшену, ну короче, нет у нас ресурсов на то, чтобы делать что-то такое. Поэтому мы уже где-то, наверное, месяцев 8, а то, наверное, уже почти год пытаемся придумать вариант, который позволил бы как-то более-менее бюджетно все это делать. И чтобы можно было как-то там пробовать ошибаться, что-то там менять, и чтобы каждая эта ошибка не стоила там, не знаю, 15 тысяч рублей условно. Или сколько там сейчас стоит съемка видео такого формата, если это не выезд. Но, по-моему, что-то такое мы считали, там есть и студия, петлички, камера, человек, который это все намонтирует. Ну, в общем, короче, что-то там получалось, в пятнашечку выпуск встревал каждый. Но для любительского подкаста, наверное, в этом вообще нет никакого смысла. Ну вот, мне тоже кажется, что мы такие босики, что можно как бы и было бы в какой-то другой формат. Ну, в общем, короче, у нас есть споры о будущем и вообще о том, куда едет Локоподкаст. Локомотив, куда едет, непонятно. Давай тогда не о будущем, а то мы так немножко хаотично начали. Да, конечно. Давай о прошлом Локоподкаста, замечательном подкасте вместо гудков и тому, как все это начиналось, как это все рождалось и почему это рождалось. Вы рассказывали эту историю неоднократно, но давай начнем с нее и разовьем тему, потому что, мне кажется, она очень интересная. И в целом поговорить о всем журналистском бэкграунде, бэкграунде того, чего нас окружает, спортивной журналистики, будет интересно начать вот именно с этой темы. Ну, короче, как все было? Я на тот момент уже, по-моему, полгода как ушел из чемпионата. И вот первые полгода как раз вот это время мне вообще было пофиг на футбол. Я кайфовал от того, что это перестало быть моей работой и можно начинать испытывать какие-то эмоции, не держа в голове какие-то задачи, которые там рабочие, короче, все эти истории. И вот полгода спустя я подумал, что, блин, ну эмоций как-то стало много и было бы прикольно ими делиться. Я написал Славе, типа, чувак, давай делать подкаст. Он такой, что-то там прочитал, ответил, ну да, давай. И это все затихло, наверное, где-то на месяц, пока не начался кубок, матч премьера. Это был то ли еще какая-то такая история зимняя, товарники там были. Какой год? Это было, получается, господи, сейчас у нас 21-й, зима 20-го года, январь 20-го года, по-моему, это было. Если я сейчас не плыву, да, январь 20-го года. Та прошлая, это коронавирусная жизнь. Да, да, да. Как раз там выпуски записывались еще в командировках, в моих, в его был такой тоже опыт. Ну, в общем, короче, мы попробовали что-то сделать. Сначала все это было там, типа, как там, надо встретиться, надо, вот первый выпуск, по-моему, он очень долго откладывался, потому что мы были уверены, что нам надо где-то встретиться, вместе сесть и записывать вдвоем, типа, в один микрофон. Потом мы это сделали и поняли, что это была самая тупая идея, потому что нет ничего хуже, чем говорить в один микрофон вдвоем, если это не какая-то студия, в которой микрофон целенаправленно пишет каждого из участников беседы. Потому что это просто мрак, это невозможно монтировать, это поток мусора, перебиваний и всего остального. И, короче, мы поняли, что вообще тупо, и, по-моему, этот выпуск даже не вышел. И мы записали другой, записали новый, уже каждый говорил отдельно, и вот там что-то пробовали монтировать. Я, если честно, боюсь включать вот те самые первые выпуски, потому что я думаю, что там вообще какой-то прям дикий мрак. То есть мы не то чтобы и сейчас отличаемся там чистотой речи, грамотным построением мысли и там качественным звуком и монтажом, потому что все это делаем сами. Но тогда, мне кажется, это было прям вот вообще стрёмно. Но типа, блин, первые самые выпуски, ошибки роста и все остальное. И да, тогда это был вместо гудков подкаст. Мы долго думали над названием, что-то придумали вот это. Я не помню, какие там еще названия выходили в финал, но судя по названию вместо гудков, остальное было там приблизительно такого же уровня креатива. Полгода мы с этим что-то попробовали делать. Полгода мы пострадали. И к лету Слава сказал мне, какая-то хрень, что-то у нас, ну, мы все делаем неправильно. Точнее, мы все делали не системно, знаешь, мы так типа, ну, запишемся сегодня. Ну, или не запишемся. Ну, или да, или нет. Ну, то есть у нас вообще было какое-то такое вот шарахание там сегодня, да, завтра нет. А когда выйдет? Ну, когда-нибудь выйдет. И я помню, что пришел Слава и сказал, что это, ну, типа, полный буллщит. Вставил мне лещей и сказал, что если мы хотим продолжать, нужна система. Вот. И мы написали какой-то первый там график, план того, чего мы делаем. Составили какой-то примерный список гостей, которых там реально, нереально позвать. И начали более-менее его придерживаться. Плюс еще сделали акцент на YouTube. Потому что первое время мы почему-то думали, что там какой-нибудь Apple Music или что-то еще. Это там типа будет норм. Потом вот как раз летом мы сделали акцент на YouTube. И началась вся вот эта летняя движуха. Нет, подожди. Я теперь думаю, что я запутался в годах. Когда Кикнадзе кричал, вы здесь ничего не решаете? Этим летом же, да? Ну, год назад. Год назад, да. В 2020 году. А, ну, значит, все правильно. Прекрасное лето 2020 года. Да, 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 да. Вот. Тогда мы сходили, собственно, вот на это мероприятие. Кикнадзе вот это все там покричал. Потом... Слава изрядно его довел. Слава в том числе, да, был среди тех, кто доводил Василия Саныча. И потом Слава дал комментарий. Так получилось, что Слава дал комментарий для телеграм-канала Сергея Егорова. Футбольный биггер. И это очень сильно апнуло наш телеграм-канал. Плюс сама та история очень сильно там как бы разошлась. И прям там нормальный выпуск набрал просмотров. И мы прям такие, воу, все, мы нащупали. Теперь у нас, короче, появилось прям вдохновение. И типа мотивация что-то делать, побольше, и все остальное. И да, и вот как-то под этой системой мы работали что-то... Ну, как работали? Работали над подкастом. Была какая-то организация. У нас там были какие-то даты, все там. Мы поздно, не поздно. Мы все записывались, обсуждали, что когда это должно выйти. То есть появился более строгий подход. Второй кризис наступил зимой, потому что весь этот бардак, который творился, все эти химки, они очень сильно демотивировали. Прям уже не хватало. Ну, ты заметил, наверное, что мы в футболе-то, ну, типа, не то чтобы очень сильно разбираемся, мягко говоря, а именно в футболе. Да, нормально разбираетесь на уровне достаточном, которым интересно слушать, что вы говорите. Нет, я просто к тому, что у нас подкаст, когда мы его пытаемся строить на аналитике футбола, превращается в какую-то полную, ну, на мой взгляд, получается какая-то хрень. У нас нормально получается, когда идет акцент на эмоциях. Когда мы вот на живых, вот, типа, когда вот из нас прет вот это. Это может быть не очень конструктивно. Это может быть так, что сегодня мы говорим одно, завтра другое. Но это зато получается очень честно. То есть вот эта вот эмоция... Извини, да, перебью. Ну, мне кажется, что вот подкасты, которые сейчас стали настолько популярными, они, в принципе, стали популярными, потому что они про жизнь, потому что они про таких же людей от таких же людей. Это такой поджанр стендапа получается, только когда тебя не просто смешат, а о чем-то с тобой задушевно разговаривают. И, ну, подкасты, в том числе, вот почему я вас очень люблю и слушаю, они для меня стали заменять вот эти вот послематчевые студии Матч ТВ, на которых умные дяди с умными лицами говорят полную чепуху, вообще не вникая, вообще не разбираясь в том, что происходит внутри Локомотива. А здесь ребята, которые любят Локомотив не меньше, чем я, разбираются. Они понимают то, что Федор Смолов — это Федор Смолов, а не человек, который провел великолепную весну, и поэтому он обязан быть там в сборной России. Да, вы все это сами видите, вы все это переживаете, и у вас такие же эмоции, и в целом, да, могу с чем-то быть согласен, могу с чем-то быть не согласен, но, по крайней мере, вы люди заинтересованы. И поэтому, конечно, выпуски, в которых вы именно эмоции свои выдаете, да, там, охрипший слава со стадиона и какие-нибудь печальные голоса. Вот я помню выпуск, когда там, по-моему, в машине он ехал, и какой-то у него был просто, или у тебя, я не помню, у кого, но просто убитый совершенно голос, который ничего не хочется делать, ничего не хочется говорить. Я не знаю, почему голос был убитый, потому что... Короче, он записывал этот выпуск в машине, действительно, и там получился максимально говеный звук, вот просто прям вот ужас. А я тогда ехал в поезде, когда это монтировал, поезд был очень рано, чуть ли там 3 или 4 часа утра, я это монтирую и понимаю, что, ну, блин, ну, это ужасно, прям очень-очень плохо. Я ему скидываю, говорю, чувак, ну, блин, это прям трындец. И я ему скинул, и у меня пропала связь где-то часа на 3, ну, как в российских поездах, там, между одним городом и другим ты едешь без связи. Где-то часов в 9 он мне присылает новую дорожку, короче, он проснулся, он, вот-вот он проснулся, он сидел, слушал себя, ставил на паузу и заново все это наговаривал. Поэтому он был грустный, потому что ему пришлось заниматься самоцитированием где-то там 50 минут. То есть вот это все просто повторял. Вот с утра, прикинь, вот он проснулся там, наверное, не очень довольный в целом жизни, потому что это раннее утро. И вот ему надо заниматься вот этим. Поэтому это вообще был прям, да, он там грустный, там локомотив, по-моему, очень хорошо сыграл, и в целом вся ситуация его не то чтобы веселила. Я смотрю, вы вообще сильно запариваетесь над качеством. Вот вы как-то говорили, не знаю, обронили, что у вас был выпуск с Кириллом Брейдо, который вы не выпустили в итоге из-за качества записи. Да, вы считаете, что это настолько важно, настолько прям вот, чтобы все было идеально вылезано? Слушай, ну, наверное, если бы вот мы понимали, что это прям какая-то ультрапушка с кучей каких-нибудь там инсайдов и всего остального, мы бы, может быть, попробовали забить на звук. Или нашли каких-нибудь ребят, которые занимаются там подкастами самостоятельно, заплатили бы им какую-нибудь сумму, чтобы они нам почистили там вот эту часть дорожки. Но там сошлось несколько моментов. Первый, да, мы запариваемся над звуком просто потому, что я, например, не могу слушать подкасты и вообще какие-то вот видосы, где плохой звук. То есть я могу забить на картинку и очень часто забиваю, потому что я просто часто сворачиваю YouTube и слушаю его. А вот на звук, если с ним что-то не так, меня постоянно вот самого триггерит. Второй момент, то, что да, конкретно в этом выпуске так получилось, что мы тогда еще были люди совсем неопытные, и мы не предупредили Кирилла. Ну, как бы после этого мы уже начали проговаривать гостям, всем, кто приходил, то, что хорошо бы там закрыть окна, если есть возможность, там не держать микрофон рядом с компьютером и ноутбуком, чтобы вентиляторы, ну, система охлаждения в итоге не мешала. И все остальное. То есть этому всему мы как бы вот учились на опыте, потому что окна были не закрыты у Таша, и был шум. У Игоря Робинера как раз вот ноутбук шумел, это тоже там как-то чистилось. А Кирилл разговаривал с нами в AirPods'ах, и у беспроводных наушников есть особенность в том, что они иногда начинают записывать все вокруг человека, а не его голос. И то есть там были какие-то, ну, там, слышно, что он ходит по комнате или по кабинету, я не знаю, где он это был, там, открывает условно окно, что-то еще там, тумбочки. Ну, короче, было прям слышно, что вот он ходит. И второй момент мы, это как раз был тот период, когда мы типа, ну, там, сведем, не сведем, выложим, не выложим. И мы до такого дотянули, я до такого дотянул, то, что там очень много тем, они просто провалились по актуальности. Протухли. Да, мы его спрашивали о том, что происходило, он рассказывал, а потом просто там раз тема уже как-то стала неактуальной, два, три, и как мы переслушали, и такие, ну, блин, фигово. Хотя я Кириллу благодарен за то, что он согласился прийти в подкаст, при том, что, ну, тогда про него вообще ничего не знал. Он говорит так, чувак, что вы делаете? Че, подкаст? А че у вас? А че, где, как, куда? Ну, ладно, говорит, давай. Вот, но как бы забил на какое-то то, что вообще, ну, наверное, сказалось то, что он меня знал, но все равно могут сказать, слушай, чувак, ну, у вас там, давайте как-то вы хоть там обрастите. Это было уже как раз после их скандала, да, когда их убрали? Нет, 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 это было вообще, это был чуть ли не второй или третий месяц, собственно, существования лог-подкаста. А, даже так? Я думал, что это была, ну, история этого года. Нет, 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 это прям старая тема. Окей, ты говорил, что кризис был в конце прошлого года, после Химок, серьезно раздумывали над тем, чтобы заканчивать, или думали о том, чтобы как-то все это переформатировать и пересобраться в каком-то новом качестве? В новом составе. Каждое межсезонье наступает вот кризис, он, собственно, и сейчас есть. Это, во-первых, кризис идей, потому что, как бы, мы начинаем думать, окей, матчей нету, что-то надо делать, что мы можем делать? И у нас сразу наталкиваются наши амбиции на наши возможности, потому что делать мы хотим дофига всего, а времени, ресурсов и каких-то способностей, в том числе, делать, это дофига всего, у нас нету. И вот это вот начинается. А давай вот это сделаем? Да не, ну это какая-то мелкая хрень, что мы теперь делать будем? Окей, давай вот это. О, да, это круто, а как мы это? А, ну, блин, ну, типа не сделаем. Времени там нету, не соберемся. И даже просто по времени, как бы, это самое главное, почему-то вот, когда есть матч, мы оба на него заточены, мы его в любом случае посмотрим, мы это понимаем. Следовательно, мы там выкраиваем после матча, там, 2, 3, там, 4 часа на то, чтобы, там, поговорить, смонтировать, залить нам на YouTube и на все остальные эти площадки, и все, как бы. Тут вот матч, как бы, календарь вот клубный, он как-то мотивирует и вносит больше организации. А когда это межсезонье, начинается вот эта вот борьба с тем, чтобы вот какие-то идеи или ничего не делать, а вот как, а что? Потом начинаем какие-то выпуски выкладывать, как это было зимой, а они там еще могут что-то там собирать как-то совсем мало относительно того количества времени, которое на них тратится. Потому что это же уже не просто посидеть и поболтать на эмоциях, это нужно, там, что-то подготовить, что-то почитать, что-то вспомнить. И чем больше ты этого сделаешь, тем лучше, чем крепче получится. Тем, с одной стороны, самим интересней, а потом, когда это собирает, ну, понятно, даже по нашим меркам собирает мало, мы там не гонимся за какими-то суперпросмотрами, но даже когда по нашим средним меркам это собирает мало, ну, сразу что-то так расстраиваешься и уже думаешь, блин, а стоит вообще это делать в следующий раз. В чем находите мотивацию вообще в этой деятельности? В чем ты ее находил, когда стартовали все, когда первый раз у вас там какой-то вот этот вот кризис, когда пересобирались вы уже в локоподкаст? И в чем, ну, последнее время, вот, например, эту весну, в чем вы находили мотивацию, в чем была идея делать эти подкасты? Чем живете? Ну, это весной было хорошо, это весной было приятно и легко, команда побеждает, собственно, про это говорить как бы попроще, чем после Хима, хотя, ну, наверное, поражение вызывает больше эмоций, с другой стороны, так что все не отознать. И больше просмотров, как человек, который достаточно давно все это делает, могу сказать, что поражение раза в полтора всегда больше просмотров собирает, чем победа локомотива. Да, и это тоже. Ну, короче, изначально мотивация была как раз личная в том, что хочется как-то делиться мыслями, которые есть, потому что так или иначе мозг устроен за, там, за 10 лет журналистики, он немножко перестроился на восприятие футбола немножко другое, и все равно есть какой-то, там, посмотрел матч, и что-то там накопилось. И раньше это куда-то там реализовывалось, выплескивалось, а теперь нет. Второй момент было понимание то, что, ну, контенты про локомотив только ты условно, если мы берем боленческий контент. Ну, там могут, там, United South может выложить после матча какой-то видос трибун, там, паровозик может выложить обзор трибун, девчонки, которые ходят, фотки выкладывают. Но, как бы, именно такого контента информационного его не было. Даже какие-то блоги на Спортсе, которые велись, они в какой-то момент все что-то как-то, ну, закончились. При этом я никогда не был активным участником и пользователем всех вот этих сайтов, типа, там, LocoInfo, типа, Гостевой Ахи, типа, FKLM News, вот всего остального. То есть я никогда, ну, не сидел там. То есть для меня этот пласт получения информации, этот источник получения информации отсутствовал. Возможно, если бы он был, я бы иначе воспринимал картину. Ну и все. Я как бы пришел и вот начал тюкать Апахина, что вот это можно, можно делать. В какой-то момент дотюкал, он согласился. А дальше, ты знаешь, работал принцип того, что когда делаете что-то вдвоем, вы друг друга пихаете. Вот если бы я делал это один, я, Дерин, я вообще давно забил. То есть я бы давно обленился и подумал, ну, ладно, там, вот тут что-то лень, тут что-то лень, тут как-то просмотров нет, а вот уже я ничего не выпускал, и все уже вообще забыли, что это существует. Я бы давно забил. Не знаю, согласен Слава, делал бы он один, то есть, но мне кажется, что мы все-таки вдвоем друг друга пихаем, пинаем и не даем друг другу расслабляться в этом направлении. Кто чаще пихает, ты ему или он тебе? Славка мне чаще пихает. Я раздолбаю, вообще страшно. То есть он такой моторчик всей этой движухи. Да, да, без, слушай, без него вообще очень много чего не работало бы. То есть он ведет телеграм-канал, по сути, сейчас в одного. Я просто, ну, я забываю, мне некогда, я не привык его вести, то есть у него это уже прям, ну, активно. Я могу там в комменты что-то пойти, какую-нибудь шутку пошутить. Он занимается видео. То есть вот видосы, которые выходят именно на ютубе, это делает он. Я монтирую аудио, он делает видео. Я не уверен, что мне хватило бы терпения расставлять все эти картинки, запариваться со звуком, в смысле, там, с наложением и всем остальным. Он постоянно дрючит меня, если я там что-то, я могу там забыть, и какую-нибудь там дорожку, например, там чуть потише или чуть погромче сделать, и забыть про это, поправить там, что-то наслаивается. И он такой там, а вот тут наслоилось, вот тут все плохо. Я такой, ааа, зараза, ну ладно. Ну, то есть как бы он более организованный и обязательный. Если бы все зависело от меня, все бы выходило очень сильно больше тяп-ляп-писто, чем выходит. Традиционная борьба перфекционистов и людей, которые просто хотят что-то выпустить. Да, да, да. Сталкивался с таким. Слушай, вот по себе знаю, что мотивация в начале пути, да, когда только это начинаешь, и мотивация даже там через полгода, не говоря уж там через год, это две абсолютно разные вещи. То есть вначале ты хочешь попробовать, вначале ты хочешь что-то сказать, что-то делать. Но что все-таки вот конкретно сейчас тебя заставляет взять и сделать межсезонный выпуск? Что, ну, кроме того, что тебя слава пихает, что нужно это делать? Какого отклика ты ждешь? Чего, какие у вас цели? Чего вы хотите вообще в принципе своим локоподкастом в этой жизни сделать? Ну, сейчас, ты знаешь, есть еще вот этот вот фактор аудитории. Ну, то есть она, понятно, что она небольшая, но это очень такое сплоченное, прикольное комьюнити, которое ты уже в какой-то момент начинаешь там запоминать этих людей. Ну, то есть там в Телеграме это одни люди, в Ютубе на комментах это другие люди, но ты их все равно запоминаешь. И в целом это всегда очень теплая реакция на все выпуски. И это приятно. То есть я понимаю, что всегда там мы можем где-то накосячить, и кто-то может об этом сказать. После «Зенита» пришло очень много жителей или там просто болельщиков сине-бело-голубой команды, которые там писали всякое прикольное там гадости. Это было даже забавно, учитывая то, что там за весь предыдущий, там сколько мы выкладывали видосы, там суммарно не накопилось бы столько каких-то там попыток подколоть, обидеть и всего остального. То есть мы такие, о, прикольные хейтеры, вообще кайф, какие-то дураки там сидят. То есть мы даже поржали с этого. И вот эта аудитория, то, что она есть, это все равно какой-то такой вот двигатель, что-то сделать, что-то как-то там. Ну, люди же пишут там, ребята, что, куда пропали, а где выпуск. Наверное, это. Вот, а чего хотим добиться, да вот фиг его знает на самом деле. Пока мы просто его делаем. Наверное, рано или поздно встанет вопрос того, что вот мы либо как бы делаем там следующий какой-то шаг изменения формата на видео или больше делаем стримы, там чаще их устраиваем или что-то еще, либо уже просто как бы заканчиваем, потому что формат себя вот текущий там изжил. Тогда, тогда будем думать. Но было бы, конечно, прикольно превратить это все в еще больше какое-то объединяющее комьюнити болельщиков локомотива. То есть понятно, что их немного, но их больше, чем есть сейчас. Сейчас расскажу тогда, как я это вижу про себя, и в том числе, как я вижу и ваш подкаст, почему я с большим удовольствием его смотрю и слушаю, и плавно перетеку в следующую тему, которую еще хотелось бы с вами, с тобой, обсудить. Я когда все это начинал, да, ну, все это было еще там с форума в 2006 году, но в конце концов я понял, что меня абсолютно не устраивает послематчевая движуха, после матча локомотива. Мне очень хочется что-то послушать, очень хочется выговориться, очень хочется какие-то мысли понять от других людей, которых, ну, которым локомотив интересен, которые что-то в этом всем понимают. Я начал смотреть, да, там, Матч ТВ, начал смотреть какие-то ресурсы, и понимаю, что очень все это куца. Люди, которые говорят, они говорят максимально штампами, они говорят то, что им неинтересно. Это, в принципе, сейчас про комментаторство, можно сказать, потому что комментаторы на Матч ТВ, они комментируют российский чемпионат, абсолютно не заинтересованно. Им интересна лига чемпионов, они там выкладываются, там Кривохарченко интересна Бундеслига, он там выкладывается, Казанскому интересна английская премьер-лига, выкладывается. Российская премьер-лига никому не интересна. Локомотив интересен еще меньшему количеству людей, чем российская премьер-лига, поэтому мы слушаем 90 минут про Спартак, и затем 5 минут про Локомотив в лучшем случае. А даже если играют Спартак и Локомотив, мы даже в этом случае послушаем про Спартак, но не про Локомотив. И я начал делать свои стримы, начал разговаривать с людьми Оказывается, что таких людей, которым важно выговориться после матча Их очень много, и они приходят и говорят, во-первых, что под меня хорошо засыпать Во-вторых, что я каким-то образом их негатив снимаю Хотя, по сути, проиграет Локомотив 0-3 Что я могу такого сказать им, что у них негатив снимется? Да, говорю, что Локомотив сыграл плохо Говорю, этот плохой, этот плохой, тренерские решения плохие Но люди каким-то образом это слушают И, ну да, вот их негатив ушел Да, они там уже не так сердятся, не так бомбят У меня ровно то же самое, но сам для себя я контент создавать не могу И когда вдруг я напоролся на ваш вместо гудков Я не помню, это первый выпуск, который я послушал, мне вообще не зашел Там Слава с какого-то выезда передавал Что-то было про карантин А, это матч с Ростовом был Тогда еще было непонятно, продолжится матч, не продолжится Что-то все, карантин, не карантин И мне совсем не зашло И у меня то же самое было с Куджи-подкастом Я послушал первый Куджи-подкаст И, господи, о чем говорят эти люди? Они несут какую-то лютую хрень Но потом я почувствовал, что я хочу еще один выпуск послушать И я включил следующий выпуск И я уже понимаю, что, да, они могут нести то, с чем я не согласен Но мне интересно каждый раз, каждый раз после матча С утра получать этот выпуск, ехать на работу Или, там, не знаю, если это по выходным То, в принципе, просто с утра просыпаться И понимать, что меня ждет некий, там, час про локомотив Полчаса про локомотив И это очень круто, это очень здорово И, ну, мне кажется, что до какого-то потолка Это в любом случае вырастет, но еще этот потолок недостижим А тема, которую я хочу поднять Это спортивная журналистика Почему так плохо все в России С тем, чтобы не нужно было тебе Чтобы не нужно было мне самим создавать этот контент про локомотив Есть люди, есть издания, есть телевидение Которые зарабатывают на этом деньги Но почему им всем настолько неинтересно Почему они делают настолько тупой контент Не вовлеченный и не заинтересованный Потому что, на мой взгляд, сейчас абсолютно все умерло Сейчас нету даже вот какого-то отдушины В который ты мог бы зайти и узнать что-то интересное про локомотив Официальный сайт, на котором в последнее время Тексты странного качества выкладываются Ваш локоподкаст и, ну, плюс-минус то, что я делаю Все Это, ну, очень странно При том, что, ну, видно, что вот по всем этим телеграмм Под каналом, что тема-то очень интересная Спорт продолжает быть самым интересной вещью на свете И российская премьер-лига, как ни странно В России привлекает внимание больше, чем любая другая лига Вот какое у тебя мнение по всему этому? Слушай, ну тут на самом деле Все очень многослойно И начать надо с того, что, по сути, ни один клуб Ни одна лига Если брать не на какой-то короткий промежуток времени Когда там приходят какие-то люди Но в целом, вот в тотале Ни один российский футбольный клуб И уж тем более российская футбольная премьер-лига Они вообще не заинтересованы в том, чтобы вот это было интересно Они вообще боятся привлекать к себе внимание Я помню, что очень-очень много лет назад Я в еженедельнике футбол еще тогда работал То есть это, наверное, год 2011-12 А то, может быть, даже еще и раньше И я хотел написать репортаж в Курский авангард Еще в Курске тогда жил И я хотел какой-то репортаж написать про Курский авангард Что-то они с кем-то играли С какими-то ветеранами Типа там Кирьяков приезжал Ну то есть мне тогда казалось, что это интересно Я помню, что я зазвонил в Курский авангард И люди прям типа боялись Они такие Ой, да ну зачем? Да ну чего? Куда там? Ну то есть никто вообще не хочет, чтобы про них узнавали И это начинается на всех уровнях И вплоть до, как бы там, до каких-то команд Типа Оренбурга, там Крылья Советов Кто там играет, например Вообще никто не заинтересован в том, чтобы Вот если брать как глобальную организацию Могут быть отдельные люди Там в Рубине вот есть сейчас Вот совпало так, что вот в Рубине есть тренер, который готов быть открытым Несколько человек, которые готовы быть открытым И руководство, которое не против И вот они делают какой-то движ Хороший, плохой Тут как бы там не всегда там все у них получается, на мой взгляд Но они делают его Потом пройдет пара лет Уволятся они там, идут в какие-то другие клубы Или вообще в другие организации Или поменяют тренера И все закончится Потому что вот Рубин целиком, у него нет такой склонности быть открытым Он при Курбане Бекеича был абсолютно другим И все зависит конкретно вот от каких-то вот единиц людей Всегда Сколько материалов мы не делали Сколько вообще я там не читал Когда там футбольный клуб Ростов запустил смешную движуху Или Арсенал сделал какой-то комикс Или там Короче, всегда все упирается в одного, двух, максимум трех человек Вот если им интересно И если им не мешают Окей, как только они там что-то накреативят Была, ну наверняка ты помнишь историю с майонезом В Екатеринбурге вот эти вот танцы Вот которые, вся вот эта вот кринжатина Коммерческий директор, по-моему, так у него была должность Урала Рассказывал потом то, что после всей этой истории Ему звонил Григорий Иванов И обещал какой-нибудь большой продолговатый предмет Взять и поместить в отверстие Для этого продолговатого предмета они предназначены Вот, и провернуть Потом уже, когда он увидел реакцию Что всем смешно, всем понравилось Он типа пощадил как бы вот этого коммерческого директора И вот как бы все обошлось То есть вот первая реакция всегда такая Это мы если говорим про организации То есть организации навстречу не идут Остаются журналисты Журналисты, вся российская журналистика Сейчас, мне кажется, завязана на двух вещах Первый это букмекеры Второй это агенты Первые дают бабки Единственные в российском футболе Кто сейчас готов давать реальные деньги На то, чтобы издания существовали Люди могли ездить в командировки Снимать какие-то видео Вести телеграм-каналы и все остальное Ну то есть, чтобы люди получали зарплату условно Но по сути, да, букмекеры Это единственный бизнес вокруг спорта Который в России удалось построить Да, да, то есть есть какие-то еще там спонсоры Кто-то приходит под крупные турниры Какие-то там просто люди заинтересованные Но по факту букмекеры Это единственный сейчас источник дохода Но вокруг которого вообще все вертится Второй момент это агенты Агенты это единственные источники информации В российском футболе То есть вот все инсайды, которые есть Ну не знаю, сколько процентов из них Ну я сейчас так с потолка, но процентов 15 из них Может быть идут из клуба Все остальное так или иначе Это идет от агентов Клуб не заинтересован, как правило Если клуб сливает информацию Если клуб сам что-то слил Это значит, что кому-то в клубе это выгодно Кто-то чего-то хочет или не хочет Если клуб слил информацию об интересе Какому-то футболисту То скорее всего это значит, что тот, кто слил эту информацию Не очень хочет, чтобы этот футболист пришел Или он хочет, чтобы на него выросла цена И тогда он договорится на первоначальную цену А ему за это выплатят бонус, например И все остальное То есть как бы клубы не сливают просто так А агенты могут слить случайно Могут слить по каким-то своим интересам Могут слить, потому что хорошо общаются с каким-то журналистом И поэтому Тут же еще проблема в том, что очень многие в футболе не разбираются Вообще, ну то есть У них есть свое понимание футбола Но они транслируют мнение агентов То есть вот я всей душой Вообще вот всеми фибрами Своей души люблю Ваню Карпова Прям обожаю его Но в футболе он понимает не больше вот этой бутылки То есть как болельщик он может что-то сказать про футбол Типа там это хороший матч, плохой Это защитник сыграл, там это И поэтому Ваня И даже его куда более близкий, чем я, приятель Дима Егоров Ему об этом часто говорил В том числе и публично Ваня транслирует мнение агентов, с которыми он пообщался Вот ему какой-то там агент сказал Что там, не знаю, правый защитник какой-нибудь Очень хороший, на самом деле он обладает удивительным талантом Вырезать мячи в штрафную там с любой точки И все остальное И Ваня это напишет Не потому что он как бы пытается удружить условно этому агенту А просто он верит Он считает, что если человек так говорит, значит это правда Значит он разбирается в футболе лучше А сам Ваня не врубает экспертизу И так, если бы он был один такой Вот можно бы сказать, вот Карп такой случайный Верит всему Нет, приблизительно все так и руководствуют Типа вот сказал агент Ой, да там на переговорах было все ужасно Типа там руководство себя повело очень плохо И как бы все, руководство там, локомотивы условно Проявило неуважение к какому-то там футболисту в переговорах И поэтому получается такая журналистика Она не хорошая, она не плохая Она такая, какая она есть Я считаю, что спортивная журналистика Возможно в целом одна из самых универсальных и сильнейших журналистик вообще в России Потому что, ну, как бы журналистика-то в России немножечко помирает Вот А футбольная журналистика и всей спортивной журналистики Самая разношерстная, разносторонняя и самая голодная во всех смыслах Во-первых, из-за зарплат, а во-вторых, из-за амбиций То есть там люди постоянно заинтересованы что-то придумать Куда-то докопаться Пойти там промокнуть под дождем Пять часов у здания РЖД Только чтобы там вышел Юрий Семин И что-то сказал там, выйдя с совета директоров Там вот готовы люди этим заниматься В журналистике спортивной, футбольной Нет, наверное, ни одного человека Который там из-за каких-то интересов, не знаю, типа вот какой-то выгоды Там все максимальные фанатики того, что происходит Потому что как только попадает этот фанатизм, я по себе знаю Там невозможно оставаться Ну, то есть ты тут убежишь Фанатизм к футболу или фанатизм к журналистике? Фанатизм к футболу в первую очередь Слушай, все журналисты в России, они дикие фанаты клубов, за которые они болеют Там единицы, есть такие, кто там Ну, там, да, я в детстве там болел за какой-нибудь, не знаю, там ЦСКА, Динамо, Спартака, Локомотив, Зенит Но сейчас я уже давно отболел и вообще я их и мочил и все остальное Сергей Егоров старший Ну, кстати, Сергей Егоров это чисто фанат журналистики Ему вообще насрать на футбольные клубы Вот, это единственный, наверное, такой человек Который фанат своей работы Он вообще не спит Ну, то есть, он там часа четыре, может быть, в сутки спит Все остальное время он работает Но все остальные, это дикие фанатики И никто не мочит свой Ну, в смысле, никто не мочит футбольные клубы сильнее Чем журналисты, которые за них работают Которые за них болеют Вот То есть, потому что это прям вот настолько всегда от сердца идет И когда там, знаешь, было прикольно читать тексты Ой, да, это там, блин, знаменитый болельщик Там, Спартака постоянно хвалят Спартак вообще локомотив не любит Ну, да, да, конечно, да, сто пудов Ну, это стандартная история Смотри, как мне, в принципе, сейчас это видится К чему пришла спортивная журналистика в России к 2021 году Это три таких достаточно четко обособленных друг от друга направляющих Первая — инсайт-журналистика Это журналистика, которая обеспечивает как раз букмекерские конторы и агенты Вот то, про что ты говорил, да, это вот телеграм-каналы И журналисты, которые сами себе издания Потому что получают определенные бонусы от букмекерских контор Может быть, от агентов, может быть, еще от чего-то Но их основное направление — это давать инсайды Причем инсайды в большей степени обслуживающего толка То есть тебя попросили дать инсайт, ты дал инсайт Это вот то, как я это вижу Вторая часть, большая В последнее время очень много распространения получила Это журналистика аналитическая, углубленно-футбольная Это Лукомский, это Дорский и прочие ребята Которые пишут про тактику, про углубленные вот это вот все Четырнадцатая зона, пасы латералий Вот это вот все такое вас имели И третья зона, третья часть Это тоже в последнее время стало очень активно С подачей Миши Барзыкина Трэш-спорт-аналитика Когда ты просто вываливаешь грязь на все подряд Барзыкин, Федотов и прочие ребята Которые на ютубе особенно часто пишут Главное побольше грязи на все подряд накинуть Получить побольше просмотров Тоже соответственно получить какую-нибудь партнерку от букмекеров И на это жить Вот так как люди любят грязь, люди любят чернуху Соответственно тебе нужно постоянно вот про это говорить Большого конструктива там нет И все это приводит к тому, что вот эти вот три части Они практически друг с другом не пересекаются А ни одна из этих сторон Мне, как например, как болельщику Обычному болельщику после матча Она не особо интересна Ну то есть хорошо узнавать инсайды Но после матча, когда тебе вот особенно остро хочется пообщаться про футбол Ну инсайды не самая важная вещь, которая тебе нужна Почитать какую-то углубленную аналитику Ну можно, можно конечно Но желательно на свежую голову Дня через два, когда у тебя эмоции улеглись И ты хочешь разобраться, что же это произошло такое И обычно аналитика, она так и появляется через пару дней после матча Потому что, ну она требует времени Ну а треш-ток это вообще не то, что интересно Где-то еще 10 лет назад В принципе, аналитические передачи на матче Или, там не знаю, футбольный клуб Уткина Всегда были, ну там, матч Прошел матч Локомотив с Амкаром каким-нибудь Ну минут 20 про него поговорят Что-то расскажут Там кто приехал, какой-нибудь сюжет покажут И в целом, ну этого так или иначе хватало Сейчас такое ощущение, что это вообще все ушло То ли я один, которому интересно после матча Вот как-то мне на следующий день Уже футбольный флер этот куда-то уходит А вот после матча, следующие там два часа У меня все мысли о том, что там какие новости Кто что сказал Кто какое интервью дал после матча в пресс-конференция Кто как прокомментировал Мне хочется потреблять максимум контента Но журналистика, такое ощущение Вообще перестала быть для людей Она стала какой-то вот такой вот Узко специализированной для определенных категорий Футбол вообще стали усложнять Я недавно, ну, тебя поймал на этой мысли Что как-то люди стали делать из футбола Ну, может быть, нечто большее, чем он есть Для основной массы людей То есть это же по факту Футбол это такой двухчасовой акт Потребления и выдачи эмоций То есть ты просто на два часа В идеале ты отстраняешься от мира И ты просто живешь вот какой-то эмоцией Которые там, они могут вот так вот меняться Но по факту ты там У тебя в голове нет ничего, кроме вот этого сопереживания Вот эти два часа Такой, знаешь, типа сеанс психотерапии условно Только в одностороннем порядке И не факт, что после того, как все закончилось Тебе будет хорошо, потому что иногда команда проигрывает Проигрывает обидно, много и все остальное Но у нас, да, действительно В какой-то момент умер жанр вообще колонок То есть их осталось вообще минимальное количество И большинство из них про Спартак Вот Ну остался еще Василий Уткин Но тоже его иногда очень тяжело стало воспринимать сейчас Хотя слава богу, что есть Василий Уткин Который тоже каким-то образом делает что-то адекватное на Ютубе И этот контент как раз вот он близок именно тому Что я бы хотел получать Было бы идеально, если бы это было про локомотив А не едкая какая-то вот такая вот брызжащая субстанция Которая из него сочится постоянно Просто понимаешь, в какой-то момент стало обязательным Чтобы контент нес в себе какой-то дополнительный вес Чтобы если на сайте или там на Ютубе сейчас выходит мечта Чтобы это там, если это тактика условная Если рассуждение по игре, то там должны быть какие-нибудь цифры Там XG, атаки и все остальное Если это там, короче, либо какие-нибудь инсайды Либо цитаты Потому что иначе все это в какой-то момент стало считаться И, наверное, небезосновательно Колумнистов на тот момент развелось, наверное, просто слишком много Просто вот этим вот водой-водой То есть человек просто пишет информацию, он ничем не подкрепляет И все как-то, на мой взгляд, увлеклись немножко подкреплением этой информации И теперь получается, что информация есть, а воды вокруг нее немножко не хватает Запить нечем То есть я ничего не имею на самом деле против каких-то рассуждений Если они облечены в какую-то интересную мне форму На видео это происходит, в аудио или в тексте И поэтому, да, зато сейчас считается, что весь контент, он же максимально информативен То есть ты открываешь, и в тебя сразу цифры, инсайды, факты Зарема назвала Сергея Егорова, как там? Писюнов Вот, да, Писюнов Ну, то есть, ну, вот такие как бы истории И сразу, раньше люди испытывали эмоции два часа во время матча И потом, до и после него, жили вот как-то накоплением этих эмоций А сейчас иногда бывает так, что весь этот треш-ток, который творится вокруг матча Требует больше эмоций, чем сама игра Ну, просто, да, вот ты затронул эту тему И насколько, в принципе, в 2021 году со спортивной журналистикой в России все не ок Я не говорю, что неплохо или что-то там как-то все умирает Но точно не ок, если главное событие в спортивной журналистике Это то, что Зарема завела телеграм-канал И теперь все это обсуждают И она в телеграме пишет такие вещи, которые теперь цитатами развлекаются По всем спортивным сайтам и обсуждаются и все такое Но это же не ок Это не ок, но тут вопрос всегда Должна ли журналистика, в том числе спортивная журналистика Учить и воспитывать аудиторию Или она должна все-таки от этой аудитории отталкиваться То есть, ну, если это появляется Это появляется потому, что в это прокликают дохренища раз И сайт сможет продать рекламу Должен ли сайт быть во всем этом моральным камертоном Моральный камертон только один Вот, то есть, должен ли сайт воспитывать аудиторию И игнорировать такие вещи По принципу, лучше мы дадим им какую-то глубокую аналитику Или очень пронзительный эмоциональный текст по другому поводу Ну, фиг его знает Как правило, объективная реальность показывает, что так невозможно Нужно баланс держать, потому что, да, вот эта вот глубокая аналитика Она тоже, это сдвиг на другой полюс, который тоже очень плохо Но баланс держать надо И мне кажется, что это баланса сейчас золотой середины найти практически невозможно Не знаю, короче, я согласен с тем, что очень часто почитать чего-то Вот как болельщику мне сейчас тоже нечего Но при всем этом я прекрасно понимаю логику, по которой формируется там условно лента новостей Или лента текстов Потому что спортивная журналистика, она должна там как-то жить Журналисты должны на что-то есть Клики должны на что-то нарабатываться То есть аудиторию воспитать это процесс, ну, небыстрый, мягко говоря А деньги нужны здесь и сейчас И поэтому приходится подстраиваться под то, что интересно аудитории Почему аудитории интересно то, что написала Зарема Или там кто кого оскорбил в эфире телеканала Матч ТВ Ну, это тоже вопрос То есть мы сейчас можем просто уйти совсем глобальные рассуждения О природе русского человека, о своем пути И попытках людей отвлечься от происходящего в стране Какими-то вот, ну, вот такими вещами Ну, нет, этим мы заниматься, естественно, не будем Давай завершим эту тему У меня есть еще один вопрос по локоподкасту И, ну, тоже немножко смежное У вас периодически на локоподкастах жанр интервью проскакивает Ну, то есть подкаст, в котором вы приглашаете гостей Как вы их выбираете Как приходится договариваться С кем, возможно, вы хотели бы сделать подкаст Но у вас до сих пор не получалось Кто с кем была договоренность, но он не пришел И, может быть, записали выпуски, но они не состоялись Потому что, ну, вот, опять же, таких вещей в локо-интернете Их очень мало Ну, практически нету, кроме вас, особо их никто и не делает Да, то есть интервью, интересное интервью Общение на, опять же, с человеком, который в локомотиве что-то понимает Что-то рубит Расскажи, как все это происходит Ну, изначально мы использовали просто какие-то связи знакомых Просто писали знакомым, типа, чуваки, вот, приходите Это было самое простое Потом мы составили какой-то список болельщиков локомотива Про которые мы знали, что вот эти люди болеют за локомотив Список, откровенно говоря, был так себе по объему Очень коротенький он был Плюс у нас был список еще людей, которые там в клубе С которыми мы хотели бы пообщаться Но на определенном этапе мы поняли, что не хотим звать людей из клуба Просто потому что, ну, это, короче, это была очень сложная этическая история То есть у нас в какой-то момент вышел выпуск с Ташем Который закопал там ребят, которые работают в клубе Там раскритиковал И я знаю, что как бы, ну, не всем это понравилось Но это же стандарт журналистики, дать слово второй стороне Да, но вторая сторона была скорее немножко там обижена и разозлена Как я думаю, насколько мне известно, скажем так Вот, второй момент Мы не хотели быть связаны с клубом То есть мы не хотели, чтобы какие-то вот там ради возможности сделать что-то с кем-то там из клуба Нам бы пришлось отказываться от каких-то вещей, что-то говорить А говорили мы много Говорили мы часто не выбирая слова И мы понимали просто, что мы уже не можем кого-то позвать из клуба При режиме Василия Саныча Просто потому что, ну, если это каким-то образом там завирусится и кто-то это увидит У людей будут проблемы, скажут, слышите, вы охерели Они там говорят, что я таракан усатый условно А вы там ходите с ними, общаетесь Ну, а не говорить, что он таракан усатый у нас тоже не получалось Потому что это было выше наших сил Поэтому как бы интервью с людьми из клуба сразу отпали в тот момент Потом попытались посмотреть там кто-то из публичных людей С кем-то получил сюда договориться, как с тем же Ефремовым, например Вообще огромный респект Никите Очень классный С кем-то получилось договориться, но не получилось договориться Потому что Ливан как-то вроде собирался к нам и был готов Но в итоге что-то ко всем сходил, кроме нас До нас так и не добрался Были попытки затащить Диму Сычева Но у него, собственно, свой подкаст И мне кажется, что все время, которое у него есть Ну, как бы плюс-минус на подкасты Он тратит его на свой Кто еще, как это, могли прийти, но не пришли Я писал господину Комарову После вот всей этой истории Я ему писал потом в каком-то там, то ли в Твиттере, то ли в чате В его в Телеграме Типа, Илья, ну что же вы? Но он написал что-то типа Ну, когда-нибудь в другой раз, может быть, посмотрим Вот, ну то есть я с большим уважением отношусь к Еркусу И считаю, что он сделал очень много всего крутого Но вот за это мы решили, что мы обиделись И все, и больше мы его звать уже не будем То есть мы, конечно, маленький подкаст, но гордый Вот, больше вроде бы из тех, кого мы там хотели позвать, но не позвали Или никто не пришел Вроде бы больше не было никого Иногда я думаю, что нужно написать Ольге Смороцкой или Василию Кикнадзе Но если с Кикнадзе я прям уверен, что там будет игнор То со Смороцкой это могло бы выйти вообще огненно Но надо... Есть ли куда писать Василию Кикнадзе? Такое ощущение, что он вообще пропал Ушел куда-то в пещеры, ну возможно Ольга Юровна ты активный человек, у нее и фейсбук есть и все такое Да, да, Ольга Юрьевна недавно в Телеграме, кстати, зарегистрировалась Вот, я подумал, что если не это знак, то что вообще знак Но все-таки с Ольгой Юрьевной хочется делать на видео И вообще какие-то вот, если звать гостей У нас там был какой-то пул гостей, он существует С которыми мы все-таки хотели бы что-то сделать на видео Потому что, ну кажется, что это было бы поярче и поприкольней Вот, так, ну на самом деле вот список болельщиков локомотива Про которых мы знаем, что эти люди болеют за локомотив И они публичны, он, ну, такой себе Говорят, Кикнадзе на пейджер можно написать Можно, но я боюсь, что он даже его не прочитает Потому что, ну, зачем Это же надо как-то, есть же только его У него в голове, мне кажется, есть только свое вот это вот Своё мнение А это какие-то чужие буквы, кто-то там не вина Ну, короче, ладно, Кикнадзе, дай ему Бог здоровья Короче, по поводу гостей А, вот, мы недавно узнали Спасибо чату Не помню, твоему или нашему Я каждый раз забываю, в каком чате я что-то прочитал полезное Но, в общем, то, что главный архитектор Москвы болеет за локомотив Вот И, возможно, он придет к нам в гости Но у него там какой-то ультраплотный график И мы никак не совпадаем по нему Это было бы круто А главный архитектор, это который Дмитрий Буш Или который кто-то сейчас другой Дмитрий Буш, это тот, который проектировал текущую арену локомотива, стадион И он там, по-моему, в каком-то конструкторском бюро Но, по-моему, он не главный архитектор Слушай, может быть, тогда нет Ну, сейчас, я сейчас найду Просто Я общался с его Ну, это не столь важно, да? С секретарем Я вот пытаюсь сейчас найти эту переписку Я, если честно, не помню Просто интересно Я не слышал информации про то, что болельщик Но, может быть, просто мимо меня прошло Вот, мы тоже удивились и прям хотели с ним поговорить Было бы очень здорово Скричу пальчики, потому что слушать это интересно А каким выпуском ты гордишься тогда больше всего из тех, которые состоялись? Которые прям вот записали И ты почувствовал внутреннее удовлетворение Мы молодцы, что это сделали Ну, если говорить про какие-то интервью То, наверное, это с Маратом Это было самое такое Самое полезное с точки зрения Там это, конечно, был не подкаст Там это было интервью Хорошая журналистская работа Ну, может быть, там можно было вытащить что-то и больше И где-то там додавить или что-то еще Но там вот было это именно интервью Это был не подкаст Потому что, например, с тем же Ефремовым и Сташем Это был подкаст Потому что там люди прям эмоционально рассказывали И мы что-то с ними делились С Сташем там вообще было эмоций Прям временами слишком много То есть прям чувствуется, что человек невероятно переживает за локомотив Я вообще не ожидал Ну, то есть я думал, что для него это, ну, такое какое-то, ну, развлечение Там съездить несколько раз в сезон там на какой-то крупный матч И там что-то покричать А он прям живет этим Прям деконструктивно Знаешь, что это вот деконструктивное боление Когда отказываешься вообще принимать какую-то вот ситуацию Кроме... Ой, блин, тут просто коммент прилетел про архитектора Сергея Кузнецова Возможно, вот это как раз и он Но он позорный персонаж Короче, ребят, мы разберемся, позорный или нет И тогда окончательно решим Вот А если говорить про... Одобрение чата нужно Да, ну, а как? Политический окрас человека позволяет ли ему приходить на локоподкаст или нет? Шутка Вот, по выпускам я просто пытаюсь вспомнить Короче, самый выпуск, с которого я за последнее время прям кайфовал Это был... Я не помню, после какого-то матча это было Но это был выпуск, где Пахин в конце начал петь Я так не ржал Ну, там, очень долго У вас подкасты, в принципе, сейчас уже немножко в музыкальную тему уходят Потому что вот у вас и в последнем подкасте тоже внезапные песни пошли Это, мне кажется, какое-то вот это вот влияние... Эффект ЧБД Хотя я уже миллион лет не смотрел Но вот это вот, когда люди сидят, разговаривают и начинают петь какую-то хрень Но вот когда Слава начал в конце петь Я там абсолютно искренне, ненаигранно, истерически смеюсь И я потом, когда это монтировал Я смеялся, как будто я это первый раз слышу Мне каждый раз было прям по кайфу Вот этот выпуск, который я слушал, был, блин, конечно, прикольный сделать Окей, надеюсь, что будет много еще интересных выпусков И с интервью тематики И просто вы будете собираться, да, не вздумайте заканчивать Межсезонье 2021 Ты как... У вас часто со Славой полярные мнения по многим ситуациям Как ты, твоя часть лока подкаста оценивает то, что происходит в межсезонье 2021 Вот месяц прошел практически Что ты для себя запомнил, что для себя отметил Что наиболее яркое впечатление осталось Слушай, ну... Мне кажется, что они... Ну, то, что новое руководство прям научилось делать Это перекрывать вот этот вентиль информации То есть, вот была вот эта история со стадионом Но мне кажется, что там как раз не было задачи все это перекрыть То есть, там было понимание, что это надо потихоньку так впрыснуть в аудиторию Они, наверное, не подрасчитали последствия, которые будут И уже потом импровизировали с ними Но в целом, вот дальше то, что происходит Ну, локомотив стал закрытым Локомотив стал закрытым В чем-то это хорошо То есть, вот кончились вот эти вот бесконечные какие-то истерики Истерики, инсайды и все остальное Но все-таки, конечно, хочется, как мы говорим, баланс вот и тут, чтобы он был То, что я вижу, ну, мне не очень... Блин, я не знаю, короче, как объяснить Я не могу для себя определить И поэтому не могу объяснить кому-то еще Но мне не нравится то, что происходит с социальными сетями локомотива С официальным сайтом, вот с этим контентом Вот эти подписи странные Оно вроде бы нормальное Типа там, кого вы хотите увидеть сегодня? Типа там, Гильерми, да вот вам фотка Гильерми В этом вроде бы ничего такого нет Это вроде даже как-то прикольно Но почему-то вот меня от этого Как-то вот, ну, оно какое-то неестественное, скучное Ничего не создается Как бы вот, ну, вот на одну условно интересную Какую-то сторис с голом Лисаковича пяткой там с тренировки Пять каких-то абсолютно пустых Я их не понимаю Но, возможно, с ними все Возможно, это я что-то как-то докапываюсь Уже просто лишь бы докопаться У нас в чате есть разделение Достаточно четкое На тех, кому нравятся соцсети Рубина И тех, кому не нравятся активно соцсети Рубина Ты к какой половине себя причислишь? А я не подписан на соцсети Рубина Я видел только Ютуб и вот эти вот ролики Ну вот это вот самые знаменитые ролики Рубина Они у тебя скорее вызывают ощущение кринжа Странно, что происходит, господи, пожалуйста Вообще, что это? Или вау, молодцы, круто сделали? Смотри, с одной стороны, я считаю, что лучше Что-то такое сделать, чем сидеть И в тишине, и ничего как бы не Ну как бы ничего не делать С другой стороны, конечно Ну на это смотришь, думаешь, господи Ну типа прям такая Прям такая наркомания То есть я бы хотел, наверное, чтобы выходило больше Какого-то контента Либо более яркого Ну я сейчас не про Рубин, типа вот делайте по-другому А в локомотиве Либо более яркого, какого-то эффектного Смешного, как Те же самые ролики Бэк ту бизнес, которые были старые Либо более какого-то Информативного Которое можно было бы посмотреть И я прям посмотрел И я что-то узнал Мне не обязательно говорить там Какую-то информацию прям говорить Мне иногда достаточно, чтобы я посмотрел ролик И узнал, что, например, в команде клевая атмосфера Что Камано начал улыбаться там Что кто-то с кем-то общается То есть что-то такое подснять Что вроде как и ничего не палит Того, что там не хотел бы палить тренерский штаб Но при этом оно дает чуть больше о команде понимания Там почему, кто с кем общается Кто как там После тренировок остается То есть вот какие-то крючки, чтобы не оставляли И я уже потом такой, типа, блин, а что там происходит в клубе? Ну то есть вот как, кто, чего там Кто, где работает там Над чем они Какой акцент сейчас на сборах И все остальное А тут вроде контент есть А вроде и, ну, ничего из него не получаю Вот, а если возвращаться к Рубину Ну, я скорее, так, условно Если надо выбрать ок или не ок Я за ок Пускай лучше это будет Я надеюсь, что сейчас пойдут товарищеские матчи И мы вот эту вот первую неделю первого сбора Которая обычно всегда такая самая Скучная, самая интересная Успешно переживем И дальше пойдет повеселее Как тебе встреча плутника с болельщиками? Была ли у тебя возможность сюда пойти Или отрядить резидента лока подкаста на эту встречу Задать свои собственные вопросы Хотел бы ты это сделать, если бы такая возможность была И в целом, как вот вообще ощущение вот от всего этого происходящего Потому что, ну, для меня это абсолютно новое Что в Локомотиве я за предыдущие 15 лет Ну, видел один раз со своим личным присутствием И мне это не понравилось Но тогда это была закрытая встреча Геркуса Открытая это уже прям вот такое ощущение Что с болельщиками начали общаться всерьез Да, первое лицо клуба фактически Председатель сайта директоров Это даже не генеральный директор Ничего не решающий по сути сейчас А плутник, да И который всерьез выслушивает Как какие-то люди явно ниже статуса Чем обладатель виноградников в Италии знаменитые Что-то ему предъявляют Вот это, во-первых, в России достаточно тяжело себе представить А во-вторых, в нашем клубе Как вот с твоей стороны Так, ну если по порядку Была ли возможность пойти Да, ребят Кто-то из ребят выходил на Славу И говорил, что там можно будет присутствовать Но так получилось, что я в эти даты был в Санкт-Петербурге Я, то есть вообще физически не мог присутствовать вообще никак У Славы там тоже не получалось Не помню, тоже у него как-то по времени Потому что это же тоже все было как-то довольно Ну, не заранее там Ну, это же прям вот было Какой-то импровизацией все сделано Ну, я могу сказать, что меня приглашали на Условно говоря, там встреча была в пятницу Меня приглашали на послезавтра В пятницу в шесть вечера У меня работа, естественно Ну, и в принципе Не особо ходок на такие мероприятия Вот, но Хотели бы вы Ну, если бы была возможность Пошел бы ты или нет Я думаю, что да Я думаю, что да Мне было бы интересно сходить По поводу формата Это прикольно Это прикольно И все было бы вообще круто Если бы не вот эта вот история С этим то ли враньем То ли не враньем То ли мы забыли То ли мы запутались То ли мы обещали То ли мы не обещали Вот по поводу вот этой истории с Семеном Я рассказывал в выпуске подкаста Что, на мой взгляд Уже пора немножко эту тему Принять, забыть и отпустить Не обязательно прощать Но вот принять Но вот то, что Вот эта вот история Говорили они на предыдущей встрече Я имею в виду руководители Или не говорили Она вот прям сильно Подпортила впечатление Потому что Если действительно Ну как бы Была такая история Что сказали одно А потом сделали вид Ой, да мы ничего не говорили Вы ничего не докажете Вы все врете То тогда как вообще Верить всему тому Что было до и после этого момента Так в этом и крутость того Что все это произошло В прямом эфире Встреча прошла в прямом эфире Теперь ты вообще никак не отвертишься Любое твое слово Оно высечено в камне И вот эта вот орда людей Которые все это смотрят Оно дословно запоминает Все, что ты скажешь И через два года Тебе это припомнят Если ты вдруг Какую-то не ту формулировку сделал И это, во-первых Невероятная смелость Со стороны руководителя Выйти и Говорить в прямом эфире Да Хоть что-то ты скажешь не так Тебе это обязательно припомнят И все будут на тобой смеяться Вот А во-вторых Вот такие вот вещи Когда ты что-то пообещал И не сделал Они Очень быстро всплывут И соответственно Просто так Побалаболить Как это частенько Ну встреча же с болельщиками Реально Наверное каждый президент Так или иначе Пытался провести Только, наверное, у Василия Александровича Это не получалось Но Тет-а-тет За закрытыми дверями Это вот все пошло И вот еще С филатовских времен Точно помню Как на форуме Появлялись сообщения Актив болельщиков Поговорил с филатовым Стороны решили Не разглашать О чем была встреча Ну Охренеть теперь Спасибо большое Что вы это сделали Ну вот этого я тоже не понимал Ну то есть Хорошо, что общались Но Вот это выделение Одних Перед другими Ну Как-то странно было Но Возможно Есть еще такая проблема В российском футболе И у руководителей Локомотива Почти у всех Которые были Вот В современную эпоху Они как-то недооценивают Болельщиков Локомотива Мне кажется Они Ну Василий Александрович Напрямую их Недооценивал Ольга Юрьевна Как-то Василий Александрович Сказал даже В каком-то интервью Что он недооценил Болельщиков Локомотива А через полгода Послал их просто лесом Да 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 Вот И Возможно Вот Выйти в открытый Вот такую Открытую беседу В прямой эфир Чтобы все Интернет запомнил Это тоже Была не столько смелость Сколько Да кто там Вот эти все Ну Я хочу верить Я хочу согласиться с тобой И верить То что это действительно смелость Что люди Готовы отвечать за слова Готовы Выполнять Я не думаю Что он готов отвечать за слова Но Его это припомнит И это Очередная строчка В резюме Сто процентов будет Да Но то что у нас Люди высокого ранга Не то чтобы Часто отвечают за слова Даже если их ловят Это тоже Часть Российского Российской жизни Вот Поэтому Нет Как явление Вот эта встреча Вот этот сайт С предложениями Это все Ты читал их? Слушай Я вот давно уже не обновлял Я как-то первые дни почитал Вот я все хочу добраться И посмотреть Что там предлагают Я очень боюсь Что все это скатится В какой-то вот Ну прям Книгу Отзывов и предложений Какого-то Сельского магазина Но я верю в лучшее Я верю в то Что аудитория Которая там Оставляет предложения Она действительно Хочет что-то предложить И прям понимает Зачем она это предлагает Еще темы Межсезонья Уход футболистов Как тебе Уход Мухина Ну я понимаю Да что Часто вы поднимали Эту тему Уход Мухина Уход Иосифова Исход футболистов Из локомотива В целом Как ты вообще Вот это вот оценишь Потому что кроме них Есть еще Игнатьев Есть Эдер Есть Коченков Судя по всему Опять же официально Пока не объявляют Но на сборах их нет Как оценишь Я вот хочу Как раз оценить То что официально Не объявляют На сборах нет Я понимаю Что могут идти Переговоры И все остальное Но тот же Игнатьев Это человек Который Отдал много лет Локомотиву Который Там один из самых Опытных игроков И который В целом Вызывает симпатию Болельщиков И вот так Просто Типа Ну то ли да То ли нет А то ли пошли вы в жопу Ничего мы вам не скажем Будут новости Тогда мы вам заявим А потом они обижаются То что люди Идут за информацией Куда-то в телеграм-каналы А куда им идти То есть пока Локомотив Из своей Вот этой вот Обещанной политики Открытости Только занимался тем Что он что-то Опровергал Или подтверждал Сам он Не создал Какое-то Вот мы Кого-то объявили Ну кроме Каких-то Продлений Кого-то Титкова продлили И сказали Об этом Сильянова Продлили И сказали Ну супер Ну да И не продлили И объявили Каким-то Очень странным образом Все там неправда Если вот мы говорим Что он ушел А все остальное Неправду Вы прочитаете Наверное Очень сильно Не хватает Интервью Первых лиц Локомотива Я думаю Что Ну то есть Понятно Что официальный сайт Он всегда будет Публиковать И официальные источники Всегда будут Публиковать Только по факту Заключения контрактов Переподписания контрактов Или когда Точно известно Что контрактов не будет Да То есть вот поэтому Вот сейчас 30 июня Наступит И расскажут о том Как мы попрощались С Эдером Попрощались с Коченковым И вероятно С Игнатьевым Может быть С Иосифовым Да Но есть еще Такой формат Как интервью В котором ты можешь Рассказать О том Что ты что-то делаешь О том Что ты Пытаешься заключить контракты Что вот Идут переговоры Что вот Даже если ты ничего Не скажешь В этом интервью Но хотя бы затронешь Эту тему Это уже Повод для болельщиков То что ты не забыл То что Не только болельщики Переживают И что там с Игнатьевым И у нас за все Вот за Начиная с Конца декабря Когда поставили Пару плутник Леонченко И по сегодняшнее число Каким бы оно ни было 20 июня аж Одно интервью Леонченко С Робинером С Робинером Который Я так понимаю Его правдами Неправдами Просто выпутал И его тоже Могло бы не быть Это не то что Какая-то стратегия Локомотива Была Объяснить свою позицию На мой взгляд Да Мы понимаем сейчас Это тогда интервью Когда выходило Это казалось Что вот Генеральный директор Новый дает интервью Сейчас После как раз Той самой встречи С болельщиками Вот я вспомнил Что мне еще Показалось важным Я не знаю Понравилось мне это или нет Но я просто обратил На это внимание То что после этой встречи Стало понятно Что Леонченко Это прям ну Такой Совсем человек Человек должности Человек пиджак То есть Абсолютно урезанные полномочия Да Выполняем И даже этот человек Ну то есть Так супер Вот человек Который как будто бы Ничего не решает Но он ширма Так пускай он раздает интервью Хотя бы там Раз в 23 месяца При том что он Хорошо умеет это делать Человек-то говорливый И интеллектуально Очень сильно образованный Ну там филологическое образование Насколько я помню Он умеет давать интервью И умеет Выдавать ту информацию Которую надо выдавать Да Здесь полностью У тебя поддерживаю Это короче опять информационная Вся эта история А по поводу того Кто ушел Ну понятно Что я все-таки хотел бы Еще год Влада Посмотреть в локомотиве Просто Я конечно понимаю Что футбольный клуб Особенно сейчас Особенно в России Это неблаготворительная организация И в нем не должны люди Оставаться по принципу Но он человек хороший Ну вот его болельщики любят Давайте его еще оставим То есть так или иначе Если игрок остается в команде Он получает Даже со всеми Значительными сокращениями Как сейчас принято Объявлять с гордостью Он все равно Получает огромные деньги По меркам среднестатистической Зарплаты Там в нашей стране И Оставлять его просто По принципу Ну вот он приятный парень Это не то Что должно как бы быть Это не здравая Экономическая модель Но Я думаю что Игнатьев Если там У него не будет рам Он в целом способен Приносить пользу Локомотиву Возможно там Не в каждом туре Но Как опция Это было бы полезно Если нет То я хотел бы Услышать об этом То есть то что Как-то там С Николичем С тем же там Мы посчитали Что вот нужно Молоденье Ну короче Ничего угодно Но хотя бы Какую-то версию Так есть опасение Что Николич Не особо рад Уходу Игнать его Это тоже Вот тоже То чего мы не знаем Эдер Ну Эдер Понятно Да Замечательная карьера Замечательный гол Почти выучил русский И в целом Приятный парень Как раз Но пускай едет Куда ему там хочется Где-нибудь подаигрывать В более теплой стране Коченков Тоже мне кажется Что он заслужил Играть в футбол В конце уже там Своей карьеры То есть не сидеть В локомотиве Он нормальный вратарь Он хороший вратарь Который способен Там выйти на замену Подстраховать Но Мне кажется Я не знаю Чего хочет он сам Возможно он сам Вообще ни со мной Ни хрена не согласен Но он хотел бы Так спокойно просидеть Дай бог у него будет Продолжение для игры Потому что Ну в локомотиве У него отличные условия Это его родной клуб И все такое Но дальше Не знаю Насколько ему интересно Будет поехать Играть за какой-нибудь Клуб из Сибири Не знаю Если у нас остались Еще клубы в Сибири Футбольные Ну Он же в Тони По-моему играл Какой-то этап карьеры Я могу купить Да Это было Когда ему было Там 29-30 лет И когда он зарабатывал Себе имя Сейчас уже Ну вот Возможно Коченков Мечтал бы еще посидеть Три годика За Гильерми Или за кем-то еще И спокойненько Уйти на пенсию Без новых травм И повреждений И всего остального Но вот Я как болельщик Определяю так Что Это с одной стороны Шанс обновить Вратарскую линию И как-то Выстроить Какую-то Систему Подготовки Смены Для Гильерми То есть Найти Либо Какого-то Вратаря Промежуточного Между Худюковым И Собственно Гилей Что Это Реально Превратилось В Некое Явление То Что Этому Явлению Уже Очень Много Лет И Оно Вообще Не Зависит Как будто Не от Того Кто Руководитель Кто Тренер Всегда Это Происходит Мне Не нравится Что касается Конкретных Случаев Ну Честно Говорят Ну И ладно Ну Ушел Мухин Хороший Футболист С перспективами Но Я Не Уверен Что У него Будет Все Точно Так Же Получаться В ЦСКА Ушел Уосифов Опять Таки С еще Большими Перспективами Футболист Но Может Еще И не Ушел А может И не Галериал А может И к Нам Ну То Сама Вот Эта Ситуация То Что Она Состоялась И То Что Полгода Карьеры Парни Уже Как бы Вычеркнули Тогда Когда Ему Надо Вообще Играть Постоянно И Развиваться И Тренироваться С Игроками Сильнее Себя Ну Ничего Хорошего В этом Нет Почему Это Все Происходит Вокруг Локомотива Я До Конца Не Понимаю В целом Можно Конечно Ответить То Что Так Происходит Вообще Любов Вокруг Каждого Клуба Но У меня Почему То Ощущение Что Нет Только Из Были Там Довольно Молодыми Никто Из Них Я Просто Перечисляю Те аргументы Которые Я читал Которые Слава Говорил То Что Никто Там Из Них Толком Не Заиграл Потом Типа Не Превратился В Топ Футболиста Ну Это Тоже Не То Чтобы Меня Сильно Радует Ну Хорошо Сейчас Ушел Сулейманов И Вот Он Заиграет И Будет Вызываться В сборную И Чего Вот Мне Радоваться То Что А Вот До Этого Никто Ну Короче Какая Странная История Мне Все Таки Знаешь Окей Они Уходят Но Я Хотел Получать Всегда Подробно Не Детали Контрактов И Никто Кому Там На Переговорах Чего Говорил Ну Просто Какое То Объяснение Позицию Какую Клубу То Что Вот Мы Вели Переговоры Но Сторона Игрока Хотела Столько А мы Там Ну Даже Бессумно Сторона Игрока Хотела Вот Какие-то Условия Которые Мы Не Смогли Обеспечить Потому Что Мы Посчитали Их Нецелесообразными Мне Бо Вот Вообще С головой Вот Этого Хватило А У нас Ушел В ЦСКА На Условиях Которые Намного Лучше Чем Те Про Которые Вы Особенно Если Говорить Про Последние Истории И Там Историю Последних Ну Наверное Лет 5 6 7 И В целом Да Даже Если Брать Более Большой Период Истории Локомотива Главная Проблема Это Организационная В Локомотиве В Которой Которая Является Подразделением Российских Железных Дорог Которая Как Организация Славится Вертикальной Иерархией Ступеней Из 50 Подряд Вот Примерно То же Самое Есть В Локомотиве По крайней Мере Очень Долгое Время Было Процесс Согласования Просто Какой-то Невероятнейший Происходит И Пока Верхняя Ступень Наконец-то Соблаговолит Дать Вот Это Высочайшее Согласие Нижняя Игрок Уже Нашел Куда Ему Уйти Где Ему Еще Два Месяца Назад Когда Он Только Попросился Дали Все Условия Которые Он Только Хочет Вторая Проблема Это Конечно То Что На Очень Длительный Период Наша Академия Стала Пристанищем Для Определенной Группы Лиц Которая Зарабатывала На Том Что Подписывала Этих Самых Ярких Футболистов И избавлялась От тех Футболистов Которые Не Являются Не Хотели С ними Подписывать Контракты И поэтому Многие Футболисты О которых Я Сейчас Жалею Да О них Почему-то Никто Не Плачется В Телеграммах И так Далее Капитан ЦСКА 2004 Года Рождения Михаил Гайнов Капитан Сборной России В какой-то Момент По этому Возрасту Воспитанник Локомотива Но Он Не Захотел Работать С определенной Группой Лиц Которая Была В Академии И Турищев Как ушел Иосифов И так далее Но только Не Человека За которого Действительно Очень сердце Болит Что он Покинул Локомотив И Такое Происходило Как минимум Да Там С 2000 Со времен Ольги Юрьевны Потом С небольшими Перерывами Но В общем И целом Происходило До декабря 2020 Года Когда Резко и без Объявления Войны Владимир Леонченко Просто заблокировал Пропуск На Территорию Стадиона Дай бог Сейчас все это Выправится Но Ситуация Годами Шла Вот к этой Истории О том Что Есть Тимур Сулейманов Он сам С собой Не владеет И поэтому Договориться с ним Тяжеловато Есть Иосифов Он сам С собой Не владеет Пускай это Не шпиневский Человек Но Тем не менее Контракты Там подписывались Определенным образом Есть Мухин Которого Приводили люди Определенные Соответственно Он Больше Игрок Шпинева Нежели Был игроком Локомотива Так Контракт Был составлен И подписан Людьми так Что Мухин Принадлежал Шпиневу А не Локомотиву Да Как вот в Бразилии Есть история С тем что Права 50 процентов Принадлежат Принадлежат Клубу А 50 процентов Какому-то Инвестиционному Фонду Вот примерно То же самое Фактически В локомотиве Было очень Долгое время Дай бог Исправится Но Клуб На самом деле Исторически С Достаточно Темными Людьми Сотрудничал Еще с 90 Для того Чтобы выжить И Все это Отстреливать И От Отщелкивать Нужно Будет Долго Дай бог Чтобы получилось Ну да Я только За Но Короче Хочется Просто Что Я не к тому Что типа Вот локомотив Должен на официальном Сайте Выкатить новость Мы объявляем Войну агентом И все остальное Но пускай Просто дадут интервью Кто угодно Плутник Леонченко В котором Будет Обозначено Что Мы не переплачиваем Например Просто вот Ну каким-то Ну Намеком Полунамеком Просто Ну так Чтобы все поняли То что Вот Наша новая политика Заключается в том Что мы ценим Своих воспитанников Мы хотим Их развивать Мы хотим Чтобы они играли У нас Но мы не будем Переплачивать За них У нас есть Определенные Там Установленные Потолки Которые мы Сформировали Там Сформулировали Прописали На основании Бюджета клуба На основании Зарплат в клубе На основании Еще каких-то Критериев Вот они У нас есть И мы не будем За них выходить И все И тогда я буду Просто понимать Даже в дальнейшем Я буду понимать Что Если игрок ушел То скорее всего Это значит Что он Его представители Или кто-то еще Просто хотели Других условий Это не значит Что игрок плохой Возможно Просто его представители Вот там Ну папа Всегда там Ценит своего сына Или мама Там выше Чем руководство Будет ценить Или агент Всегда будет Пытаться Выбить больше Но это будет Каким-то взглядом Бизнесменов Людей Всей вот этой Информационной Открытости Конечно То есть Больше роликов Больше информации Я сегодня Знаешь Несколько раз Ловил себя на мысли После всей Вот этой вот Истории С парнишкой Я забыл уже Фамилию Который перешел Подписался Сегодняшний Комиссаров Да Вот он самый Я ловил себя на мысли То что Я Вообще Ничего не знаю Про Молодежь Локомотива Которая там Меньше Которая меньше Там 16-15 лет Про этих ребят И А все то что знаю Оно вообще Это не клуб Мне про это рассказал То есть У меня вообще Нет способа Через клуб Узнать что-то Про молодых ребят Какие-то видео Какие-то истории Больше отчетов С каких-то соревнований Просто как-то подсвечивать Я понимаю Что все всегда боятся Там перехвалить Или что-то еще Но просто Рассказывать Об успехах И просто давать Ну вот Барселона Например Делает Каждую неделю По-моему Топ-5 голов Ла Масси То есть Просто Разные Разные команды Разных возрастов Там показывают 5 голов Которые за неделю Были забиты Но здесь Смотри тебе И всем Сочувствующим Могу очень советовать Подписаться на Инстаграм Локомотив Академии По-моему Так полностью Он называется Академия Локомотива Это Отличнейший Инстаграм И там есть И в том числе Можно и про Комиссарова Наверное Если порыться Найти Там есть И видео Периодически Постят И какие-то Интервьюшки делают Молодцы И Инстаграм На самом деле Очень отличный И по-моему Его ведет Оксана Ганза Либо По крайней мере Имеет Прямое к этому Отношение Да Возможно Там с Васей Серамолотом На пару делают Есть Лока Яув Лока Молодежь Да Это про молодежную Конкретно команду В которой Соответственно Молодежное первенство Освещается По-моему В том числе Юфээлка Там освещается Ну и Соответственно Есть Казанковский Инстаграм Который был На некоторое время Заброшен Но сейчас Получил свое Развитие Итого Как минимум Четыре инстаграма Есть Про локомотивских От официальных Клубных Различных структур В которых Можно получать Эту информацию Но Я При этом Абсолютно согласен С тем Что Есть Большое количество Болельщиков Локомотива Которым Углубляться Туда В эту молодежь Не особо интересно Они смотрят Официальные Главные ресурсы Официального канала И хотят Получать Концентрированную Классную Информацию О самых Крутых Воспитанниках О самых Крутых Голах О самых Крутых Достижениях И Этого Ну в свое время И я В том числе Пытался Каким-то образом Эту блокаду Прорвать Да Я помню Это была Программа Но да Я помню Сделали Три ролика Но И мне Это стало Неинтересным И клубу На тот момент Это явно Было Очень Неинтересно Да Там был Один человек Который пытался Всю эту как-то Стену Прошибить И мою Которому Нужно было Там с работы Отпрашиваться В 12 часов Ехать в Черкизово Чтобы снять Мало кому Интересную передачу И Руководству Своему Тоже приходилось Постоянно долбить Потому что Это же надо Поля какие-то Согласовывать Игрока Вытягивать А зачем Вообще Это надо И Ну в итоге Мы на трех роликах Сошлись И сейчас Эта блокада В общем-то Она так и остается Дай бог Если напишут Где-нибудь Что сегодня Там Локомотив Завоевал Серебро Первенства России 2006 года рождения И Может быть Ребята Выйдут Там В июле В перерыве Побегать Перед Южной Трибуной Попраздновать Но то наверное Серебро вряд ли Обычно золотые медали празднуют Да Согласен Согласен В этом плане Вот Если говорить Более глобально И про Про основную команду Ну это Первый Ну как бы Вопрос трансфера всегда То есть я хотел бы Понятную замену Рыбусу Рыбусю Чем тебя Максим Нинахов Не устраивает Как понятная Замена Рыбусю Ну Окей Тогда Чтобы Это было Прям пропозиционировано То что Ну Если его взяли И туда И сюда И налево И направо И вот он должен быть там Ну как бы Окей Хотя Не знаю Мне почему Это не очень нравится Мне все-таки Как-то Субъективно Хочется Чтобы было понимание Прямо То что у нас есть Два там Левых защитника Там два условно правых Или два игрока Которые могут сыграть На этой позиции И я Хотел бы Ухода Федора Смолова В какой-нибудь МЛС Уже наконец Не потому Что я Ну во-первых Это только добра Пожелать Федору Смолову Уехать в МЛС Это вообще По кайфу Но В какой-то степени Ну во-первых Это освободит Приличную сумму Там зарплатной ведомости И Которую можно Как-то распорядиться Потом будет Во-вторых Это все-таки Еще какие-то Может могут быть Живые деньги За трансфер А в-третьих Если честно Я типа Ну немножко устал Вот-вот-вот Находиться в этом Состоянии Ожидания Чуда от Федора Смолова То есть Я уже хочу Начать верить В других людей Федора Смолова Я уже так типа Нормально поверил В своей жизни Еще до того Как он игроком Локомотива стал Я в него Попытался верить Что у него Что-то получится И уж после того Как он игроком Локомотива стал Я в него Так достаточно поверил Мне станет Спокойнее Если честно Если Федор Смолов Покинет локомотив Я буду понимать Что как бы Ну есть Другие люди На которых В которых я еще Так долго не верил В которых я еще Не успел разочароваться Вот А так Относительно Перестроения Там Игры И В целом Любая вещь Которая может Произойти С локомотивом Вокруг локомотива Не знаю Завтра плутник Объявит То что Мы переезжаем В лужники Может быть Ты этого ждешь Или вот Ну любая вещь Которая тебе Даст сигнал На самом деле Может происходить Может происходить Хоть полнейшая Вот прям Вообще Максимальный Мрак Но если мне Это будут Объяснять Понятно И так Чтобы я До меня доходила И чтобы я Понимал логику Я буду Я буду все Воспринимать В плюс Я Меня Можно Типа Я такой человек Меня Можно убедить В любой Херне Главное Сделать Это Талантливо И постараться Это сделать И я Буду Ну типа Ок Значит так Короче Вот У меня Все Упирается Вот в это В информационное Направление То есть Я не могу Сказать Вот пускай Сделают Вот то И тогда Я буду доволен Да пускай Они сделают Вообще Что угодно Но они Мне про это Красиво И хорошо Расскажут Но Если Вот прям Вот так Я бы Я бы Очень хотел Чтобы Наконец Обновили Ассортимент Клубного Магазина Настолько Чтобы Мне уже Захотелось Там что-то Купить Потому что Сейчас Каждый раз Хотя бы Зайти туда Внутрь Или ты Заходишь В сам Магазин Я про Интернет Сайт Ну Внутрь Чтобы Зайти Ты же Понимаешь Что надо Туда Приехать Ну Вот Я был В этом Магазине Один Раз В своей Жизни Меня Ничто Вообще Не Интересует Чтобы Туда Вот Просто Зайти Приехать И Ну Посмотреть Хотя бы Что там Висит На полках Но Настолько Это Все Неинтересно И Стандартно Стадионом У меня Даже Мысли Не Возникает Что Так А может Быть Зайти В магазин Может Быть Там Что-то Интересное Есть Вообще Не Возникает Таких Мыслей Мне Очень Хочется Чтобы Уже Наконец Ну Появились Какие-то Вещи В первую Очередь Одежда Я Уж Про Аксессуары Молчу Но Что-то Что Я Мог Был Взять Носить Просто В жизни По улице Там Локомотива Я Что-то Не Помню Но Может Там Было Очень Много Людей Вообще Было Непонятно Но Я Говорю В первую Очередь Про Ассортимент И Про Сайт Вот То Есть Чтобы Я Зашел На Сайт Интернет Магазин И Так Воу Хочу Прям Хочу Не Могу Завелить Деньги Единственный Раз Такое Было Когда Они Представили Вот Эту Сборную Модель Стадиона Локомотив Пазл Который Мне Прям Захотелось Я Собирал Затем На Стриме Давай Немножко Поговорим Прям Совсем Коротко Про Сильные Слабые Стороны Локомотива И ожидания На Следующий Сезон Что Поможет Локомотиву Следующий Сезон Провести Хорошо И Что Помешает Локомотиву Следующий Сезон Провести Хорошо Слушай Ну Помочь По идее Должен Календарь Ну В смысле Не то Что Который Сейчас Опубликовали А то Что Он Будет Не Такой Плотный Как Был Прошлый Сезон Ну То Есть Я Продолжаю Считать Что Николич Это Человек Который Умеет Подготовить Команду К Сопернику Если У него Есть Достаточно Достаточно Времени Поэтому При том Календаре Который Там Будет Даже С учетом Касательно Этого Ромба И всего Остального Ну Мне кажется Мне кажется Нужно Как-то Решать Проблему Отсутствия Чёрлыки В смысле Ухода Чёрлыки Потому что Теперь У нас Как бы Нет Нет Опции Хорошего Пасса Из глубины Вот прям Совсем От ворот Ну Там От линии Штрафной На Чёрлыку Всегда Можно Было Какой-то Долгий Розыгрыш Откатить Ему Назад И он Умел Дать Диагональ Прям Ну Как бы Помнил Между линиями Здорово Отдавал Передач Вот То есть Это С этим Наверное Что-то Нужно Делать Что-то Нужно Делать С Атакой В том Плане Что Выбирать Какой-то Модель Сочетания Потому что То Что Есть Сейчас Оно Все равно Как будто Бы Какой-то Очень Хлипкая Что-ли То есть Я Вижу Системность В том Как локомотив В целом Подходит Подходил К матчам Этой весной То есть Как будто бы Мне было понятно То, что Игра Так или иначе Делилась Тренинским штабом На отрезки Активные И там Пассивные Но Но Вот Именно Как Как Говорил Антон Михошенок Паттернов В игре Локомотива Через что Там Собирается Создавать Моменты И Забивать Они Всегда Были Какие-то Ну Рандомные Как будто Бы Вот И Лично Я Персонально Конечно Очень Хочу Чтобы Антон Вернулся В Оптимальную Форму Антон Заиграл И Ну Как бы Провел Хороший Сезон И Возможно Тоже Все-таки Уехал Вот Потому Что За Антона Ну Как и За Лешу Я Переживаю Я Смотрел Матч Сборной На стадионе Вот Сейчас С этими С финнами Я За Лешу Болел Больше Чем За всю Эту Остальную Команду Ну За Диму Тоже Но Я Даже Не могу Объяснить Это Вот Просто Какой-то Невероятный Уровень Эмпатии Вот К Братьям И Прям Хочется Чтобы Получалось У обоих И То Что У Антона Сейчас Травмы И Были Вот Это Все На Евро Не Поехал Как бы Хочется Чтобы Этот Период Был Закончен Потому Что Ну Опять Так Сильный Антон Это Сильная Атака Локомотива Намного Ну Непонятно Сейчас Как бы Что будет С Кайховиком В том Плане Что Решат ли Оперативный Вопрос Его контракта Не решат ли Оперативный Вопрос Его контракта Очевидно Он Как Прагматичный Европейский Футболист Будет Будет Оказывать Давление На клуб Я уверен Через Агентов Какие-то Вбросы Про уходы Или Просто Будет Выходить И публично Говорить Но Своим Первым матчем За Польшу Он Себя Не особо Приблизил К уходу Из Локомотива Ну Да Тут Как бы За сборную Ну В общем-то Да Не получилось Отыграл Чисто По методическим Локомотивским Худшим Вот В текущем Состоянии Локомотива Каков Его уровень Притязаний В чемпионате России И в Лиге Европы Слушай Ну Чемпионат России Это же как Это Чемпионат В России Выигрывает Тот Кто Меньше Как это Обделается Вот То есть Ну В последние Сезоны ЦСКА Сейчас Выглядит Командой Которая Уже Обделалась По самые Уши То есть Нет Им Конечно Возможно Все окажется Это был Гениальный План Но Пока Это Просто Сидят И Обмазываются Спартак Это Ну Я Не знаю Если Вот Этот Виктория Виктория Не начнет Прям Выигрывать По 5-0 Сразу Его Сожрут Спартак Ну Короче Спартак Прям Спартак Ну То есть Все По классике Только Прям Какой-то Уже Совсем Чернухой Начинает Отдавать Я Как ни Страну То есть Зенит Понятно Ну То есть Что-то С ним Делать Что-то С ним Надо Делать И Я Честно Говоря Думаю Что Если В руководстве Динамо Не начнется Вот это Очередное Расползание Тараканов Которое В целом Тоже Характерно Для Динамо Каждые Пару лет То Динамо Может Оказаться Прям Довольно Высоко Я Не верю В то Что Там Сочи Что-то Продолжит Или Что-то Еще Ну То есть Вот Краснодар Краснодар С его Нынешним Курсом Мне вообще Не впечатляет То есть Там Какой-то Началось Что-то Странное Ну Братья Ильина Ну Простите Клевый парень Фэнтези У меня Там Раз в пять Туров Всегда Заносил Какие-то ФО Но Тем Что-то Что-то Сделать И Поэтому Локомотиву Как бы В лучшем Случае Без Каких-то Прям Покупок Которые Очень Сильно Поменяют Игру В первую Очередь Наверное Это в атаку Касается То есть Атаки Касается Локомотиву Скорее Всего То есть Это Второе Место И Я Даже Знаешь Я думаю Что Хочется Какого-то Крепкого Европейского Сезона Лига Европы В целом Подходящий Формат Подходящий Турнир В котором Сейчас Еще и Подходящий Формат Там Как Вот Сейчас Как в Чемпионате Европы Там Типа Сложнее Не выйти Из группы Чем Выйти Не Ну Слушай Да Там же Лига Европы Там Отсеивают Весь Этот Мусор Который Там Раньше Занимал Третьи Четвертые Места И Сейчас Ну Группы Действительно Сложные Будут Хорошо Что у нас Достаточно Высокий Рейтинг Благодаря Тому Что мы Более Менее Часто В Европе Светились Последние Годы Вот Но Там Солидные Группы Будут И Занять Третья Группа Короче Европейский Сезон На данный Момент Наверное Хочется Даже Чуть Больше Чем Какую-то Длительную Сказку В чемпионате Но про Чемпионат Обычно Все равно Вспоминаешь Я уже Понял То Что Чемпионат Вспоминаешь К марту К апрелю Потому что Все то Что происходит До ноября Оно Очень часто Потом Обнуляется У нас Настолько Длинная Вот эта Пауза Что У нас Как будто Два Турнира И Поэтому Вот Если Краткосрочные Цели То Хочется Прям Клевую Лигу Европы С клевыми Соперниками И С клевыми Результатами В идеале Еще Конечно С клевыми Открытыми Странами И городами Но Это уж Не футбольная История Зашел тут К вам В чат Лока Подкаста И Комментарий И там Спрашивают Как давно Спикеры Были на Стадионе Я за себя Чуть позже Отвечу А ты Что скажешь Слушай Ну я на Стадионе Был на самом Деле Недавно Вот На Спартаке На домашке Со Спартаком А до этого На Домашке С Тамбовым Вот Два раза За сезон Я побывал На стадионе Почему Откуда Этот мем Постоянно Всплывает У вас В трансляции Где тебя Залют Ну то есть Нет Слав Ты его Поддерживает Конечно Но Он был Создан Каким-то Генератором Случайных Чисел И раскрутился Им же Короче Когда Я работал Как ты понимаешь Я ходил Буквально На все матчи Локомотива И на какие-то Выездные Тоже ходил У меня Был Сезон Это как раз Был чемпионский Сезон Вот Когда Я ходил На все домашки На трибуну А потом На последние Что-то там Пять минут Мне приходилось Сбегать И идти на пресс-конференцию Вот Сдавать вопросы Семина И тогда я ходил Ну то есть У меня был абонемент Я ходил На все домашние матчи Может быть там Парочку всего лишь Пропустил Когда я уволился Мне Вообще Было Вот Не до стадионов Я вообще Максимально Не хотел Находиться Ну Я очень Наелся футболом В тот момент Жизни И прям вот Не хотел ходить Сейчас Я по сути Не хожу на стадион Просто Потому что Как-то Мне не хватает Времени на это У меня То То работа То Какие-то Там Просто Какие-то Домашние дела Но В общем Понятно Что я просто В списке Приоритетов Не ставлю Поход на стадион На первое место Плюс Все-таки Сейчас я не вижу От клуба работы Я понимаю Что это конечно Типа может быть Воскомерно Как-то звучать Но я не вижу От клуба работы По привлечению Меня на стадион Вот что-то такое Чтоб они сделали Что-то Воу Блин Надо Надо идти То есть Я все еще Должен идти на стадион Потому что Потому что Я называю себя Болельщиком Локомотив Вот поэтому Я и должен Идти на стадион А клуб Мне не объясняет Что если я приду На стадион То я получу Там В любом случае Какие-то Клевые эмоции Хотя бы Почему-то Что должно Произойти Чтобы тебя Вновь Привлечь на стадион Перестройка Стадиона Какие-то Акции Какие-то Ну Комфорт Увеличатся Либо Интервью Леонченко Дать В котором Лично тебя Пригласит На стадион Или еще Что-то Нет Я думаю Что Ну Увеличение Комфорта И какие-то Активности Хочешь Что-то Новое Сделать Со времен Придуманного Там Геркусом Киричком Или кто-то Вместе С ним Сочинял Весь этот Матчдей Конечно Хочется Это в любом Случае Возможно Я не готов Возможно Я куплю Абонемент И вот На ближайший Сезон И начну Ходить Посмотрю Там Какие-нибудь Лигу Европы Какие команды Будут И решу Какой абонемент Я хочу А возможно Нет Плюс Еще Я себе Как-то Объясняю Для лог Подкаста Намного Полезнее Когда Я дома Потому Что Когда два Человека На стадионе По сути Не видит Ни один Из них Тут Хотя бы Я вижу Игру Вижу Повторы Могу Что-то Рассказать И могу Отвечать За эту Какую-то Часть Введение Подкаста Плюс Я всегда Нахожусь Как бы Дома В этот момент Я могу Оперативно Можем Более Оперативно Записаться Следовательно Я могу Более Оперативно Смонтировать Следовательно Пока Слава Едет Домой Ему Уже Прилетает Смонтированный Выпуск Пока Он Там Он Короче Добивает Его Для Видео И пока Это все Рендерится Он может Заниматься Своими Делами И выпуск В итоге Выходит Там На Три Четыре А то Возможно Иногда И на Десять Часов Раньше Потому Что А то Мы Уже В ночь Выходили Никто Этим Ночью Занимался Ночью Только Записались Все Остальные Отложили Это все На Утро Все Эти Дела И Получается Что Выпуск Вышел На Двенадцать Часов Там Типа Позже Чем Мог Бы Вот Но Этим Я тоже Объясняю Вот Это Своё Отсутствие На Стадионе Очень Часто Я понимаю Что Если Я был На Стадионе Мы Были Быстро Что Не Списали Но Я Не Исключаю Что У У У У Два Часа Да Заканчиваем Второй Час Подкаст Уже Скоро Осталось Немножко Евро Обсудить Но Я Быстро Еще Про Себя Расскажу Так Получилось Что Недавно Вспоминал Когда Я Последний Раз Вообще Был На Стадионе РЖД Арены И Смотрел Матч Локомотива И Я Не Смог Сходу Вспомнить Этих Замечательных Времен Это Что То Было В 2019 Году Достаточно Давно При этом Если Начать Соминать Я был На финале Кубка Который Прошел В Нижнем Новгороде Я Побывал В Волгограде В этом году Я побывал В Сочи На кубке В этом году До этого Ездил В Сочи Ездил В Турин Ездил Даже В какой-нибудь Аламоутс И так Получается То что На выезда Езжу Ну гораздо Чаще Чем Хожу На стадион На котором Там Все домашки Посетил В Восьмом Году Там Все домашки Посетил Там В сезон Кучука Матчей 20 Наверное Суммарно Посетил Но сейчас Вообще Почему-то Не тянет На РЖД Арену Я пытаюсь Это как-то Для себя Объяснить Но Даже Когда у меня Есть возможность Сюда пойти Мне кто-нибудь Подгоняет Билеты В нормальные Сектора Я все равно Такой Блин Может быть Дома Остаться Ну че Я там Че я там Забыл Странные матчи И в итоге Остаюсь дома Не знаю Вот Какой-то Психологический Барьер у меня Появился Ходить На матчи Локомотива На РЖД Арене При этом На выезда Езжу с удовольствием Когда есть возможность И всех В общем-то Всех агитирую И всем советую Вот Так что Видите Если посчитать То Тим был Даже больше меня На стадионе Если Не брать Не учитывать Какой это стадион И поддерживал Локомотив в этом сезоне В минувшем сезоне Даже чаще Вот Нет Я согласен То что Выезд Это Немножко другая история Это более романтичная Такая тема Поехать Попутешествовать Там Как бы Другой город Хотя С точки зрения Организации Это конечно Намного сложнее Чем доехать В Черкизово Казалось бы Вот Но И еще Я знаю Что Ну Не то что Прям Это какая-то 100% информация Скорее Мое личное ощущение Я подозреваю Что у многих Могут Быть Такой Какой-то Скепсис Относительно того Что Как бы Я делаю Может быть И у тебя До тебя Такое Долетало Что Типа Даже на стадион Не ходят А что-то тут Рассказывают Как кому Что делать И все Такое Вот Типа Ну Наверное Такая позиция Имеет право На существование Но Мне все-таки Кажется Что Это странно Делить Типа Людей На то Что они Могут Высказывать Своё мнение По ситуации Там В клубе Ходят они На стадион Или нет Не Я для себя Вообще Очень давно Все это Отсек Потому что Я свое Отходил Я отходил И по абонементам Я и отъездил По выездам Да Конечно Нету Ста выездов Но Штук По моему Я там 25 Насчитывал У себя Ну Нормальное Количество И как бы Ну Если кто-то Ко мне подойдет И скажет Типа Что ты нам тут Втираешь Ты даже На стадионе Не был Я могу Там Предъявить Что В сезон Я по своей Основной работе Там Матчей 100 Наверное Посещаю Различных Детско-юношеских Любительских В том числе Локомотивских И Пускай кто-нибудь Мне предъявит Что он Посещает Больше Ну Пресыщение Футболом Оно на самом деле Очень жесткое Наступает Особенно К концу сезона Много раз Я это ловил Что В ноябре Меня тошнит От футбола Я Закрываю глаза У меня футбол Перед глазами Меня тошнит От этого Ну да Есть Есть такое Особенно Когда Это Не просто Эмоциональная Какая-то история Типа поболел И все А когда Это еще и работа Делать футбол Работой Короче Ребята Делать футбол Работой Неблагодарное Дело Вообще Просто Смотрите Футбол И никогда В нем Не работайте Я это всем Рассказываю Никто не верит Может быть Тебя хотя бы Послушают Давай Делать футбол Работой Давай про Евро Поговорим Как у тебя С евро Складывается Смотришь Много Смотришь Мало Смотришь Что Ты В Питере Как у меня Складывается С евро С одной стороны У меня Максимально Близкие Отношения С этим Евро Каких Не было Ни с одним Наверное Крупным Международным Турниром Потому что Я сейчас Нахожу В Санкт-Петербурге И Помогаю Людям Которые Организовывают Собственно Евро В Санкт-Петербурге В силу Каких-то Своих Способностей Вот С другой Стороны Как Зритель Я пропустил Тьму матчей То есть Дневные Я практически Все пропускаю Либо Смотрю Там Краем Глаза Там Что-то Пока Пробегаю Мимо Монитора А Вечерние Ну вот Вечерние Стараюсь Более-менее Смотреть Поболел За Сборную Украины Поболел За сборную Испании Хоть это Было Непросто И Порадовался Кто Меня Порадовал Пока Порадовала Только Италия Ну вот Я их Видел Два Тура Посмотрел Ну Первый Саш Швейцарии Был Так Себя Первый С Турцией А С Турцией Вот Да Первый Был С Турцией Но там Турки Были Вообще Никакие Поэтому Как бы Было Так Себя Вот Во втором Там Было Прям Прям Хорошо Вот И Я Дико Кайфанул С Бельгийских Голов Ну и вообще Ну наверное Только с голов Короче с Бельгии После выхода Дебройна Вот Против Господи Короче Против Датчан И Какой еще матч Клевый был Ну Франция Вчера Германия Португалия Мы тоже успели Посмотреть с коллегами По работе Был такой Был огненный Но Ну короче Вот видишь Какие-то матчи Я успеваю зацепить Но большая часть Вот того Что не связано С матчами В Санкт-Петербурге Какими-то вот Долетает Хайлайтами Эпизодами Фотографиями И всем остальным В тебе живет Болельщик сборной России Нет Нет Вообще нет То есть Таких вот Каких-то переживаний Я боюсь За персональных Каких-то людей С которыми Там Ну Не знаю По самым разным Постоятельствам Я просто За них переживаю Там Или не переживаю Вот Когда этих людей В сборной Много За сборную Переживать Проще Когда этих людей В сборной Единицы За сборную Прямо Переживать Очень сложно И за ее результаты Тоже То есть Начинаешь Какими-то Рациональными Вообще Категориями Это всегда Так Было Или С Какого-то Момента Мне кажется В детстве Так или иначе Нам всем Прививали Что Сборная Россия Я плакал После матча Россия Бельгия В 2002 Я ушел В другую Комнату И плакал Вместе С Сычевым Примерно Одинаково Мы Искренне Рыдали Это все Закончилось Блин Ты Я даже Не знаю Наверное После Вот Мне кажется Наверное Евро 2012 Был Последний На котором Я что-то Прямо Переживал За сборную Потому Что Дальше Как-то Повзрослел И начал Просто переживать За отдельных Игроков Плюс Короче За сборную Испании Мне всегда Болелось Именно Как за сборную Проще Почему Испания Я просто В целом Люблю Испанию Люблю Испанскую Культуру И Еще За Барселону Болею А тогда Барселона Была Там прям Костяк Это была Сборная Испания Вот Но Как-то Вот за сборную Испании Именно Как за сборную Своей Страны Которая Представляет Свою Страну Мне было Как-то Понятнее Болеть Сборная России Как будто Никогда Не представляла Россию Она Какая-то Ну вот Это Какая-то Большая Сложно Сочиненная Мысль Которую Я сам Даже Сейчас Не разжую Но Сборная России Как будто Никогда Россию Не представляла Это Всегда Была Какая-то Сборная Кого-то Черчесова Ну Теперь Да Сборная Черчесова Это Сборная Которая Представляет Взгляды Станислава Славовича Черчесова Как ты Думаешь Друзей Близких Как думаешь Потолок Этой Сборной России Где На этом Евро На этом Евро Ну Я думаю Что Выйти В Плей-офф Блин Ты понимаешь Опять-таки То, с чего Мы начинали Календарь Который Там Есть Вот этот График Я Его Не могу Понять Не могу Запомнить Ну Как бы Вот Но Максимум Одну Стадию Пройти То есть Одна Стадия В Плей-офф Это Вот Я думаю Что Максимум Для этого Им нужно Удачно Сыграть Здание Буквально Завтра Этот Ты Матч Будешь Смотреть В Десять Вечера Да Да Этот Матч Конечно Нет Но Все Матчи Сборная Россия Так Или Иначе Смотрим Я Думаю Что Короче Сработает Вот этот Вот Принцип Который Очень редко Кстати Работает Относительно Российской Сборной По сути Он Сработал Всего Ее Пользу Вот Ничего Себе Никогда Такого Еще Не Было Ну Да Типа Ну Какой Нибудь Ну Повторение Когда Хорваты С англичанами Вот Это Исполнили Я думаю Что Вот Только За счет Того Что Какие Ни Остальные Команды Наберут Хреновую Разницу Мечей А мы Там Сыграем В Какую Нибудь Ничью Вот Тогда Мы Там Протиснемся Про Как Вообще Не Убедило Я Понимаю Что Там Возможно У Черчесова Какие-то Были Планы Которые Нарушились Травмами И Всем Остальным Но То Что Я Пока Видел В Сборной России Она Как Не Убеждает Два Прогноза Первый Кто Выиграет Евро Второе Как Завтра Сыграет Сборная России Ну Из Того Что Я Успел Зацепить Евро Должна Выиграть Италия Но Я Чего-то Не Очень В Это Думаю Что Победит Франция Очень Прагматичная Прям Триндец Прям Максимально Прагматичная Им Сейчас Главное Разобраться С командами Против Которых Надо Что-то Самим Придумывать А Вот Ну Как Б Дальше Там Если Они Это Все Решат Успешно Дальше Чем Более Соперник Который Будет Играть От Себя Тем Мне Кажется Им Будет Проще Как Локомотив Примерно А Завтрашний Матч Ну Блин Ну Давай Я думаю Что Это Будет Какие Нибудь 1-1 Россия Уснаследования Россия Тогда За финалем Если Ты Хочешь Что-то Рассказать О Лока Подкасте И В целом Пожелать Зрителям У тебя Есть Сейчас Для Этого Возможность Завлечь Людей Зрителей На Лока Подкаст Я Хочу Во-первых Сказать Что Я Не Понимаю Как Ты Делаешь Эти Стримы Я Каждый Раз Когда Открываю Записи На Ютубе И Там Типа 2-3 Часа Я думаю Господи Как Это Он Выдерживает Просто После Матча Вот Это Сидеть И Делать И Вот Сейчас Сколько У нас Два Часа Два Часа С тобой Проболтали И Это Ну Я Чувствую Что У Язык Устал Поэтому Это Реально Это Непросто Вот А Что Касается Лок Подкаста То Если Кто Вдруг Из Аудитории Тим Еще Не Подписан На Лок Подкаст Подписывайтесь Мы Не Такие Организованные И Не Такие Серьезные Глубокие Аналитики Как Тим Я Сейчас Без Ирония Но Мы Как Мы Не Завязаны На Это Поэтому Отписываться От Тим Не Надо И Переставать Посмотреть Тоже Вот Но На Лок Подкаст Подпишитесь Если Кто Из Лок Подкаста Вдруг Пришел Послушать И Не Подписан На Тим То Советую Сделать То же Самое Не Отписываясь От Лок Подкаста Подписаться Вот И В общем-то Так Вы будете Получать Контент Разный Но Все Еще Про Вашу Любимую Команду Вот Спасибо Всем Кто Здесь Смотрел Слушал Кто Это Не знаю Ты будешь Выкладывать Запись Да Через Сутки Это Будет На Ютубе Вот Всем Кто Послушал Это В записи И Дослушал Тоже Спасибо Я думаю Прям Надо запастись Временем Концентрацией В наше Непростое Вообще Временем В наше Непростое Время Вот Поэтому Я сейчас Уже Заговариваться Начинаю Тим Спасибо Тебе Огромное Что Позвал Кайфовый Опыт И Прям Было Очень Интересно Вам Во-первых Спасибо Огромное За то Что Вы Тоже Делаете Лок Подкаст Это Очень Круто И Всячески Всех Агитирую Подписываться Слушать Лок Подкаст Ставить Им Обязательно Лайки Обязательно Писать Им Комментарии Потому Что Это Помогает В Продвижении А Любая Такая Вещь Еще И Дополнительно Очень Сильно Мотивирует Людей Что-то Делать Когда Ты Что-то Делаешь Тратишь На это 3-4 Часа Своего Времени А в итоге Там Нету Ни Лайков Ни Комментариев Ни Проставиться Им На Пиво И Всякие Такие Вещи Смотрите Эта Ссылка У них Есть Поддержите Ребят И Это Тоже Очень Важно И Это Тоже Очень Полезно Если Вы Хотите Чтобы Выпуски Лока Подкаста Продолжались Я Очень Хочу Поэтому Вашими Руками Буду Собирать Им Донаты Ну И Третье Спасибо Большое Что Пришел Это Были Очень Интересные Два Я Думаю Что Либо Я Его Как-то Теперь Мне Придется Его Допинать Чтоб Он Дошел В гости Либо Мы Все Так Надеемся Что Ты Придешь Гости К нам И Мне Очень Хочется Поговорить Ну Локомотив В целом Но В первую Очередь О детском Футболе О том Что Там Происходит И В первую Очередь Кстати Локомотив Потому Что Это Огромный Пласт Это Огромное Как мне Кажется Болото В котором Если Пытаться Разобраться Без Человека Который В нем Как это Вертится Крутится И ходит Там То Можно Прямо Утонуть Я Очень Буду Рад Обсудим Еще Что Можно Говорить Что Нельзя Говорить Но Тема Богатая Интересная И Конечно Очень Мало Освещенная Все Все Спасибо Пока Спасибо Огромное Пока Пока